Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас всех в этом зале. От лица организаторов хочу поблагодарить вас, что вы нашли возможность вовремя присутствовать здесь. Вам на входе раздали планки записок, в которые вы можете в течение лекции писать свои вопросы и передать девочкам в космос, и в конце получить на них ответы. Также я вас очень попрошу отключить мобильные телефоны. Это очень важно. Итак, я имею честь пригласить сюда на эту сцену уникальную личность, человека, который всю свою жизнь посвятил на благо других людей, человека, который более 35 лет изучает ведическую литературу, распространяет это знание, которое поистине меняет сердца людей. Тема сегодняшней лекции – «Как быть счастливым в трудные времена». Давайте поприветствуем психолога, философа, писателя, художника, носителя духовных знаний Александра Геннадьевича Катрибала. «Как быть счастливым в трудных временах?» Это еще не самые трудные времена в истории. Это очень важная история. Есть просто трудные времена для кризисного, какие-то столкновения, интересные, конечно, кризисного людей. Всегда есть деньги. И также экономическая проблема – это трудность. Недостаток денег, недостаток условий здоровья жизни. Это все трудно с нашим. Также трудность в образовании, в культуре, что враг как будет не клеится. Дети растут не такие, как надо, как календарь, как дальше. Улучшаются какие-то сферы нашей жизни. Это все наши трудности. Но есть времена, которые называются «суровыми». Тяжелее. Суровое время означает, что можно. Потерять жизнь, потерять здоровье на себя. Потерять всю свою семью на себя. Такие действия в мире случаются тоже. Не только созданы руками человека, но и стихийная природа тоже может быть. Стихийные детства, как, например, сегодня в Ташкенте, или в Святаке Кировакане, где мы уже видели такие трагедии, с тяжелым случаем, с уроками. Сейчас у нас тоже есть свои трудности. Мы ожидаем, конечно, что это пройдет. Да, это пройдет. Все пройдет. Кто пройдет, а другой пройдет. Хороший, а другой пройдет. Так волн в океанах не черепуются. Но я бы сказал, что нам нужно понять, что происходит сейчас у нас в целом мировой культуре. вот эти причины. Не просто исследовать какие-то свои личные интересы, личное жизнь, или вот в жизни моего общества, в котором я живу, родился, нужно понять целиком. Это, ну, вредно. Требует, потому что мы сегодня говорим не об обществе, а о мировом обществе уже говорим. Мы не говорим просто о России или о Китае, который за своей каменной стеной китайской. Уже нет такого отличения, такого занавеса железного, такой замкнутости. Есть тенденция к одному мировому обществу. И сегодня понятие счастья тоже будет меняться, связанное с мировыми какими-то знаниями. Общечеловеческими знаниями. То есть сегодня мы будем делать какой-то шаг дальше, чтобы развитие, если сможет, я не гарантирую, что кто-то сможет, кто-то не сможет. Это вопрос тонкий. Тонкий вопрос. Я поясню, что я имею в виду, что вопрос тонкий. Человек должен стать тоньше. Сознание тоньше, чтобы разобраться эти вопросы. Не такой грубый, не чужой свой враг, вдруг вот черное дело, а потом тратить, конфликты. Нет, это уже не сработает. Не сработает. А если сработает, то не на благах мира, потому что потенциал, оружие сейчас достаточно, чтобы все сместить с утреной. Если сработает. Поэтому мы понимаем, что так в эту сторону идти не надо, хотя хочет иногда доказать свою правоту, но опасно уже, через мягко опасно. Поэтому какой-то разум там. Сдерживает. Вот на этой нейтральной территории мы балансируем уже много лет. Все это пока еще. Пока родился, сразу, конфликт, держал, я всегда был. С тобой в таком балансе. И сюда люди говорили о счастье, и сюда будут сердиться страхом. Потерять семью, родители ребенка, вдруг война, тут болезни, тут что-то еще сегодня, дети растают о сандалоне. Понимаете, страх много. Других родителей, не полноценный ребенок, сколько сейчас таких, встревоженных матерей, которые вообще не хотят жить в детях. Опасно? Не уверен. А замуж выходить, жениться? Тоже не уверен. А сколько разводов? Больше, чем брак. Вот это. Женец. И вот понятие счастья мы должны как-то сегодня его раскрыть все-таки, да? То есть, с зрения великих мудрецов, начнем с этого, потом приложим к нашей реальной действительности. Попытайтесь. Я не знаю всего, конечно. Но некое представление, конечно, должно быть, прежде чем говорить. Если человек не имеет вообще никакого опыта счастья, зачем вообще понимать это? Подораживать только умных денег, навязывать свои какие-то точки зрения, опять спорим, вручаются в какие-то диски, и аналитические какие-то вещи. Теоретизировать это опыт должен быть. Не надо экспериментов сочать. В природе экспериментов нет. Все эксперименты растут. Растет овощ. Негрят. Это их эксперименты. Посмотрите, как можно собирать. ничто другое по ошибке не получится. По ошибке враслоток все. Ну, так. Хромосомы-то, хлебосомы-то, инген, как это так. Случайно скомбинируют вдруг и не то, что вы хотели получить. Нет, все точно, в природе безрошиточное, в природе семечка, в природе необходимый результат, который мы ожидаем, в природе все порядочно. нет лжи. Дерево это дерево, птица это птица, собака это собака, тигр это тигр, мы знаем, что это такое. А вот кто такой человек, мы не знаем. Он то, как дерево тупое, то, как тигр тупое, то, как свинья, то, как святой. И он так. Чего? Вот в таком, что мы живем беспокойно. И не знаю, с кем я вообще общаюсь. Бывают эти люди, знаете, какие они? Они внешне очень культурные, красивые, но они вас запахнут. Так же в принципе. И у нас возникает страх отношений, мы отчуждаемся, у нас замки, все крепче становятся, с решетками, с сейфами, понимаете? Мы не доверяем культуры. Даже близкие люди не уверены, даже в себе человек не уверен, да? Смотреть жить по-человечески, и все-таки я сам скачу до свинского состояния. Все в жизни бывает. Даже себя отойти не надо. Видите? Итак, как я обещал, немножко как скурсовую мудрость в древнем изначальном священном детстве. Изначально как принято считать у нас история велических писания в 5000 по написанию лет. В них написано, что передавались дальше и в густах мы не знаем. Сначала творение говорится, что родители существуют. 940 или 1000 лет было обнаружено на финихийском языке, это переводило на греческий тогда. Буддизм две с лишним тысячи лет, две шутки. Иисус приходил 2000 лет назад, Брахмутамин приходил 1600 лет назад. Мы знаем, что регулярно происходят какие-то явления, сверхъявления, сверхчеловеческие, какие-то пророческие, какие-то необъяснимые вещи, божественные, напоминают нам каких-то высших сил. И что же говорят эти священные детства? Они разъясняют все. Если мы не обидуем, то подробно. Живцы медицина, паниургены, пилосути упанишаны, и яжра хара и самые религиозные для того, чтобы человек стал к счастью тоже описываться из разных типов людей, разные методы даются. Все подробно описано. Семью создать пожалуйста действуйте. Вот он инструкция хорошего действуйте. Получится. Ребенка изучать хорошего пожалуйста все можно. Срок здоровья поддержать пожалуйста. Удивительно то всего, что мы настолько ослаблены духом, что мы не можем принести инструкции к себе. Заповедь понятна. Не уйди. Ну да, я понимаю. Не получаю. Не воруй. Тоже согласен. Два жг. Два. Но я не прерыводействовал. не Это просто простые известные вещи. Мы известны наши измерения духовной жизни. Мы слышали могущество разума в внутреннюю силу. И вот тут Веты помогают. Подробно где это тело стоит. Есть грубое тело стула шарира. Шарира Шарира как тело стула значит грубое тело мы видим вот тут. Здесь мы видим наши формы. Ну в соответствии с культурой мы знаем как выглядеть как содержит гигиену что касается грубого тела наш внешний вид тоже важен и общество нужно знать культуру. В каком виде нужно представлять это тело. Это грубое тело и в основном что касается грубого тела описывается его составляющей стихии для того чтобы здоровье поделить. Главная цель знаний о в этом теле физическом это здоровье. И в целом Айурвида делит на три составляющие этого тела три доши главной стихии капха битавата и если баланс между ними нарушается то это поделить. Либо омная стихия преобладает или недостаточно либо воздуха либо слизи вот три стихии тела листья мысли воздух реагируем заметили что я передвигаюсь скрипа покручу что-то грустно что-то есть но скрипа нет понимаете все смазано это достаточно все обрабатывается из крови все секреты кровь представляет это главная жизненная стихия третья часть пища третья часть воды третья часть воздуха обязательно вы будете сильны здоровы вы просто что это делает все переедают посмотрите на себя все нужно чистить кишечник посмотрите внимательно на себя годам 40-45 боже мой посмотрите что там внутри у вас ой надо прочищаться да потому что мы переедаем недостаточно как бы обучили культуру пищи и что наша пища и как питаться тоже нужно знать это касается грубого тела простые очень принципы очень важно если кто-то запомнит и будет применять и вас уверяют вы победите много болезней вообще которые не проявятся иммунной системой все остальное просто будет защищено посмотрите свинья она ест все подряд по-моему испражнения такую грязь не болит хорошее пищеварение а это сейчас тему затронули связано с нами тоже почему у нас уязвимое тело маленькая нечто татана бога уже нам тошнит даже если посмотрим уже содрогаемся что это за человек это уязвимое тело она не переживает у нее грубое сознание как тело соответственно грубым телом грубое сознание хотя в этом говорит наоборот если ты развиваешь грубое сознание ты обретаешь грубое тело безчувственное грубое тело и может природиться в свинью в следующий житель и в этом даже может быть сознание это называется тонкое тело отвечающее сознание значит грубое тело это наше здоровье да мы должны знать как питаться как отдыхать как работать атрибулировать вот эти вещи а эмоции чувства внутренних переживания и волевые усилия воля мощная внутренняя это тонкое тело сушь машина получается два тела это общая картина если говорить о тонких телах их много я приведу историю с Брамой древнего творца вселенной на заре творения Брама творил это вселенная теперь он изначально творец хорошо и в свое время сотворил демонов есть божественная и демоническая и в материальном мире в материальном вселенной должно быть то и другое как вот этот и я черное и белое то есть две противоположности тогда движение если мы составляем скажем что-то божественное нужно сотворить что-то Брама в себе не божественное иначе божественное испортится оно перестает отстаивать высшие принципы и испортится а перед кем они сидят высшие принципы перед злого ну грубой философской просчетной и Брама создал демона он понимал что нужно равновесие создал демона эти демоны появились на свет от Брама как отца своего зашли из него вот этого вот этого такого тема разума будь хи глухие определились вокруг и видели Браму самому подумали о какой привлекательный надо с ней совокупить задержите они родились через выжделение значит они рождают уже с этим качеством мы тоже рождаемся с международными качествами это зависит от типа рождения от типа сочиатия от типа родителей также некоторые вещи приведутся по-наследству многие вещи сама суть от сознания родителей зависит как говорят церебра и Браму поскольку думал о демонах он должен призвать вот эти низшие энергии такие как похоть страсть жадность там вот его сделать из этого слепить из этого всего при этом чтобы в него эта еще сердце не проникла ему это удаётся он умеет он стал объектом похоти для своих вот этого творения и они стали окружать его чтобы напасть схватить удовлетворить свои чувства добрано понял выхода у него нет я оставил это дело перешел в другое измерение таки вселенная имеет много тела называется учеными измерения мы сидим в зале здесь пожалуйста это в нашем измерении в зале в другом измерении это может быть что-то другое просто пространство космическое может быть здесь океан сейчас штормит а может быть леса ветер этот мир подобен матрешке кровящее другая матрешка третья матрешка четвертая так можно без конца вернуться в таком сложном мире устроен тонкие из тела грубые тела вселенной то же самое и мы по образу подобны каждое тело человека это маленькая модель вселенной это тоже все эти стихии но маленькое маленькое количество и значительное количество но все это есть мы познаем вселенную через себя взаимодействие если мы познали какую-то новую энергию она открывается нам и в этом мире если мы в себе не познали эту энергию для нас здесь не существует душа существует или не существует познали душу вы увидите не познали ничего ниоткуда также многие другие вещи в человеке много чего скрыто в том как деле и вот тут момент интересный что животных у них нет развитого как бы избыточного избыточного разума в том как дела то есть свинья живет в грязи но она не спросит почему я живу в грязи такого разума отрабатывания будет составлены не существует она же может видеть что человек живет не близко и другие живые существа живут по-другому почему она не сравнит свое существование с другими и сделает какой-то правильный вывод нет избыточного разума не способны животные оно сознанием нужно в грубое тело чем нужно в четыре вещи мощный фактор еда не поглощены едой просто знаете одержимый едой сон одержимый сном совокупление одержимый совокупление и обороны полностью живут в этих четырех измерениях сознание все ничего другого не знают не видят не слышат и не понимают можете читать лекции что угодно делать тонкое тело не воспримет ничего хотя это тоже жизнь вооружит если сравнить тело человека с телом животных то есть что эволюция странная поступает мы поступаем так что вы эволюционисты здесь проигрывают нерациональному устроенному с точки зрения физического тела как мы сказали свинья может переварить любую пищу и не болеть но в том то и пищевремя странное с точки зрения эволюции зачем нам такое уязвимое пищеварить у нас тонкая кожа ни шкура ни покрыта мехом нам нужна одежда мы не выживаем на улице круглый год нам нужно строить дома какие-то еще и красивые дома мы требуем понимать тонкое тело такое тонкое у человека что он слова понимает понятия он уже образы имеет любого любого манит сердце видите мы удовольствуем в тонкое тело от круга в тонкое тело это наше преимущество если сравнить тигр реакция его физическая сила мы выступаем не дай мне здесь разобраться мы выступаем физически в 300 раз ее нос превосходит обоняние человека ну может быть через 2 часа просто человек прошел 11 лет по западу мы уступаем а птицы их зрение орлы с километровой высоты видят маленькую мышь могут приближать объект зрением такое зрение окуляры представьте себе глаз и тикси видели иногда мы видим за сотни мир легко нам нужны телескопы нам нужны бинокль чтобы мы уступаем скорости передвижения уступаем но мы это восполняем своим разумом начинаем терять парады технику машины чтобы не уступать шмот превосходитель летаем птиц на машине скоростной летаем летит гепарда сила экскаватора мы берем и исследуем все законы физики и химии и думаем что мы прогрессим а что с этим прогрессом давайте будем тонким тем так 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 и прогресса никакого и нет и ждем счастья все ждем счастья удивительно вот лично для меня очевидно что направление неправильное там нет счастья этому а люди ждут счастья верить хотя вообще никто не зашли не тот кабинет на этом если вам нужно к стоматологу не идти скажем к урону вы не в тот кабинет на что ну хорошо другой пример другой пример есть поезд люкс вагон а есть общий выбирать понятно люкс выберу у меня есть чем заплатить я выберу люкс но одно предупреждение по назначению видит вагон общий а люкс оцеплен что выберите тут разум решается хотя удобнее в люксе нужно здесь общий вагон потому что у меня есть цель в соответствии с целью я должен принять неудобства это разум но почему в жизни мы выбираем отцепленный вагон потому что оно удобно а цель мы не знаем выбираем естественно отцепленный вагон он еще поспал немножко снова в нем окошко платформа армена это город Ленинград как я ж встал в Ленинграде вот такое христианец улица ну ладно он еще поспал немножко снова Потому что, говорят, это тоже самоход Фенинграда, никуда не едешь, никуда не едешь. Итак, кажется, что я продвигаюсь. Интересно, как? Есть животные менее разумные, более разумные. Домашние животные более разумные. Собака поднимает командой. Она улавливает настроение человека по самому. Она может боготворить его, она может даже научиться говорить. Был такой синдернар в Петербурге, который разговаривал по телевизору. Несколько слов он говорил. Мама на хозяйку, моя мама, он поставил, потому что здесь не спорил, как чья мама. Его показывали, он выступал, что он был звездой. Также лошадь понимает команды. Вот здесь вот эти все вещи, она понимает, она думает, что требует человека. Слоны понимают до 22 команд при взрывных работах. Очень сложные степени работы можно делать при помощи слонов. Экскаватору не нужно. Быки понимают где-то шесть команд. Лево, право, вперед, назад. Они понимают, что это не в пашу, не говорят. Они делают эти вещи, не понимают человека. То есть слова слышат. А в Индии есть один храм. Насколько помню, храм имбасфарный. Поднимался воздух перед восходом солнца. Но англичане потом его разобрали, этот фундамент, чтобы понять механизм. Собрали снова, он больше не понимается. Для ветерок. Система то ли магнитов, я не знаю что. Но в общем они наручили тонкое устройство. Так и не поняли, как это работает. Ну вот он, огромный гигантский храм. Древний, очень там, из больших глыб каменных. На огромную высоту. Там лестницы и такие скульптуры. Такие какие-то мифические животные гигантские. Такой храм фантастический. И вот группа баломников спросила у местного пуджаря. А вы не знаете искать, как строили. Это же было очень давно. В той современной эпохе, это было в древности. Как технически строили такие храмы. Таких огромных камней, глыб. Он говорит, посмотрите, вот. Видите вот эти вот мифические животные. Камена своя. При их помощи. Сейчас их нет таких же. Это были практически разумные существа. Им просто обещали, что из скульптуры их злоя не сделают. Вот здесь, вокруг этого храма. Все просто. Кольму сказки. Заливает тонны в нашем теле. Пользоваться нашей доверчивости. Детство. И мы много чего не знаем. Я почитал, что во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форумов в жизни. 8 миллионов 400 тысяч форумов. Такая цель продается. И там прям разбивается сколько миллионов там водоплавочек, сколько изыноводных, сколько растений и прочих. И людей 400 тысяч форумов винов. У нас на Земле несколько десятков. Ну, десятки, может быть, высоких. Размерности национальности, различные уровни сознания. Они отличаются по виду, по восприятию жизни. Вообще, кажется, картость отличается от другого. Типом ума и ощущений. Индивидуально. Поэтому мы не все понимаем друг к другу, когда общаемся. Нужно найти подходящую половину, чтобы просто услышать друг друга и почувствовать, что другое чувствовать и как общаться с другом. Веркали сегодняшняя проблема в том, что если вы не согласны с моим мнением, я не знаю, как с вами общаться с другом. Ответы мы должны. Веркали, мы не находим ответа. Если разные мнения, то все. Практически враждались. Вы со мной не согласны? Да вы глупец. Если вы со мной не согласны, то я не могу. Вы знаете, я прав. Я читал, я думаю, я чувствую. Это все правильное то, что вы чувствуете. Но то, что пища для одного правильного, для другого реально. Живоперим относительно. А счастье понятное не относительное лишь вопрос вкуса. А счастье общее понятное. Вот до этого мы пока еще не добровидцем. Лишь добираемся, пытаемся, хотя бы даже голову поднимать. Это как опасно, да? Ведь я же не увижу перед собой. Своей личной жизни такой. Неужели мне нужно оторваться от личной жизни, да? Это как риск? А вот надо оторваться от чувства собственности. Хорошо. Итак, тонкое тело. Человек. В основном зависит от речи. Самодействие. Встреча со звуком. И брак за звуком. Можно вызвать в тонком теле гнев словами ненависти. Злы злого. Встреча смерти. Такая вот сила речи звука. Когда мы строим свою жизнь с близкими людьми, в семье. Обратите внимание, что мы произносим, что мы слышим вокруг. А так и строится наша судьба. При помощи речи. Одним словом можно разрушить все. Объявить так человека, что не сможет. Это впечатление вашей жизни. Так? Слово «моробей». Говорит. Говорит. То есть действие. Сила слова. Особенно от близкого человека, если мы слышим слова «предательство». Это хуже говорить о физической боли. Физическую боль нужно успокоить. Это какой-то снотвор, я не знаю, там, безболивающий. Но это ни днем, ни ночью, ни мёртчат из-за мозга и сердца. Это у нас происходит. Это в клинику, которую вы ложитесь. Просто потому что вы услышали. И наоборот. Можно услышать такое, что будете счастливы всю жизнь с нами. И радость, что вы это услышали. Нам больше не хватает. Хороших слов. В одной школе директор сказал, я спросил, как дети любят читать книги. Это важно очень. Не интернет важный. Можно читать книги. Он говорит, да, читают мы. Ну, требуем задания. И мы не читаем. Читают книги. Даже сложные тексты читают. Ну, как читают? Когда я спросил значения слов, которые читают, они не могут как-то. Они читают буквально. И так мы можем произвести слова, конечно же. Но слова осмысленные имеют силу в нашей жизни. Если вы говорите, я люблю, вы должны любить. По-настоящему слово должно выразиться из сердца. Вот при значении речи. Брань не нужна. Нет. Оставления нужны. А брань, ругательское оскорбление не нужно. Человек, когда теряет речь, можно обходиться в трехэтажную, двухэтажную, одноэтажную матку. Не нужно какой-то стилизованной речи. И так понятно все. Тигр просто рычит и нападает на жертву. Не нужна речь. Все понятно. Но тонкое тело, тонкая жизнь, наша крупкая жизнь, с которой связана именно любовь, оно хочет этой тонкой пищи для наших чувств, для нашего ума. И две вещи важные в жизни, по сути. Это быть любимым и любить, а не с вами. Обычно мы ждем чего-то одного. Когда меня кто-то полюбит? Нет, нет, нет. Так, не дождемся. Ну дождемся можно какого-то, какого-то оттенка. Первая любовь у нас у всех была какая-то чувство. В принципе, более-менее знакома. Но чтобы отрести любовь на всю жизнь, которая будет поддерживаться словами, поведением, отношениями, это редко. Это редко. Дороги, по которым не ходят. Но часто мы говорим о любви. Нужна квалификация. Ну он сказал, я такой люблю, а дальше что? Иди работай. Ну все. Иди в кампу. Подержи, если мы будем и две тарификации, теперь ты рабочий волк. Ну все. Нет, этого недостаточно. Мужчина будет сказать, это кого-то еще тогда. Мужчина ему нужно получать эту пищу. Каждому только мужчине. И женщине тоже. Нужно всю жизнь получать пищу. Особенно женщине. Так описывается в древнем мире, что женщина поддерживается только любовью, ничем могилой. Вы не заставите ее ничего делать, пока она не полюбит. Она ленива после природы. И неисправима после природы. Пока не полюбит. А когда полюбит, она сделает горы современным. Она очень могучная. С другой стороны, ну ничего не невозможно сделать, если она не хочет. Нисправимое существо. Поэтому рекомендовано в детстве ее любит отец. И не просто любит. А должна от него получать такое чувство особое. Это отца. Какое? Написано. Ты для меня лучшая в мире. Вот почему должна стать отца? Это отец для нее Бог. При такой любви она научится очень много. Потому как тело связано с любовью. Понимаете? И все, что чувствует, переживая взрослый, нужно передать с любовью. Только через любовь этому потому. Это называется самскар. И член просто песню спеть может, понимаете? Рассказать, что это не то, что это математику. Что потом придется он по себе, по способностям. А вот впечатление глубокое дать отношений, счастья, любви. Через любовь можно передать весь свой опыт внутреннего тонкого мира ощущения. И мы знаем, что в школе, если педагог близок нам по сердцу, мы сразу быстро воспринимаем в своем предмете. Легко. То, что есть вера в него. То, что он говорит. Нет препятствий. Как же ребенок смотрит на отца, на мать, как на Бога. И он что? Он сразу начинает говорить сам, и мне надо учить. Видите? Как все легко. Если есть любовь. Пхаба называется. Собака, это тот же самый пример. Она приведет нам хозяина. Для нее это Бог. Она абсолютно верит ему. Пожалуйста, команда, она прыгает туда, берет, берет. Ты что еще? Йогой занимается? Да, она заплывается. Ну, в Йоге. Занимаются хозяинами. Собаки, пожалуйста, сердцебием замедляют. Кстати, собака вдруг замедляет у себя. Научились. Хозяин делает, она делает. Пожалуйста. Я в Финляндии салил магазины для собак. Перепаньки для собак. В магазине собака, скажу Владимирский. Я не шучу. Одет, все, у него такой. Дал свой бантик, горошек. Прическа была вот такая. Финский магазин, красок я. Ну, я походу, что-то пошел собак. Но там были хозяйственные краски. Не то, что я искал. Хозяйка занималась на кассе. Что-то считала ко мне, подошла собака. И ко мне я смотрел глаза. Я сразу понял, где звук. Я был нерешительным, не знал, что делать. Она посмотрела туда. На мой взгляд, что-то смотрела. Сказала туда. У меня нет. Может быть, туда. Я поддался этому чувству ее вечности. И пошел туда. Не надо. И там, где я останавливался, как эта банка с краской. Она остановилась тоже. И сберем эту банку красок. И на меня. И ждала. Она меня обслуживала. Она научилась от хозяйки. Говорит не чтобы собаки сами по себе. Вы добрали до барьеров. Служили людей в магазинах. Нет. Ради кого-то она становится уже. Прогрессирует. Вот в чем прогресс. Она общается с тем, кто более глубок и имеет тонкое тело. И разные ощущения. А она это перенимает. Тонкое тело у нее тоже есть. Что за павел? А какая-то простая. Это была маленькая. Типа Фокс и я. И так называется право. Любовь. Девочка любит отец. В юности муж говорит ей тоже самое. Ты для меня. Лучшая дырья. Должна ли? Это важно для ее природы. Не для ее эгоизма. А для нее она в этом находится придержище и силу. Вы знаете, женщины сильнее мужчины. Есть и есть. Хозяйка в этом мире именно женщины. Мужчины другие задачи. За пределами мира находятся его, так сказать, мужчины. За пределами мира. В этом мире хозяйка женщина. Если у мужчины нет цели, они начинают трансплитровать с женщиной. Вот что происходит. За то, кто в доме хозяев. А это не нужно делать. Это лишнее, бессмысленное усилие. Природа сама рассказывает, что разум мужчины направлены на освобождение. А разум женщины направлены на устройство этого мира, на гармонизацию этого мира. Так они союзничают друг с другом. Поэтому муж говорит, это для меня самая лучшая в мире. Моя лучшая половина. Вдохновляющая сила. Поддерживающая сила и так далее. Она чувствительна. Предвидит события. Может исцелять. За большую репутацию мужа. То есть она награждена очень тонким-тонким восприятием мира. Как пальцы говорили. Если целомудренно. Если вы думаете о многих мужчинах, она утрачивает это качество. Уже, скажем, проститутка не имеет никакого качества. Нет, ноль получилась. И в старости она также дорога своим детям. На всякой этапой жизни женщина подлещит его. Так. Никакой манципации. Плохая вещь, что для тонкого тела. Манципация отличает. Один человек нашел, выглядит тараканы. В ней вот такие тараканы пришли. Если вы говорите, будет в шоке. Жуткое дело. Ну, они не на руке выглядят страшно. А на самом деле можно взять руками и выносить. Очень страшно. Этот человек взял тараканы. Открыл ворточку и сказал, теперь даю тебе весь мир. Фух. Слабо. Ну, кому нужна такая свобода? Называется манципация. Нам нужна придвежище. Свобода нужна. Нам нужно также придвежище. А если наша без придвежища абсолютная свобода, мы несчастны. Нет придвежища. Придвежище – это семья в нашем мире. Общество. Наше отношение. Наша любовь. Это все касается тонкого тела. Есть какие-то большие задачи для этого человека, потому что у него развито тонкое тело. При этом тонкое тело ребенка. Тонкое тело неженатого человека. Тонкое тело женатого человека. Тонкое тело уже человека, воспитавшего детей. И тонкое тело человека перед уходом из жизни – разное. Разное воспринимает жизнь. Это все нужно понять. Куда идет наше развитие? К чему? Тонкое тело человека, уже достигшего как бы, ну, большого духовного возраста, знаете, как видишь? Никак нет. Вообще никак нет. Мудрый, не скорбит, не оживит, не овертый. Вот такой тонкий тело. Он не поддается скорбь, он бесстрашно становится. Тонкое тело. Когда-то люди к смерти относились совершенно иначе. Сегодня мы им пусто. Боимся и не знаем, что это. Есть разное мнение только. Научное – никто понятия не имеет. Поэтому страх возникает. И как мне бабушка сказала, когда я увидела в первый раз, в охране, в могилу глубокую, в яме. Я сказал, зачем это яма? Говорит, ты его сейчас туда, в яму закопали. Вот, друзья, что это не закопали. Потому что я думал, это значит, меня тоже так же закопали. Вот такое бы преступление сделать. Тебя не закопали. И это говорят, ты никогда не увидишь свою смерть. Ты лично никогда не увидишь. Ты видишь его со стороны. Что кто-то тело стоял на смерти, для души, для сознания не существует. На заре творения, когда Брама творил мир, возник некий кризис. День насилия. Очень могучные существа. Еще людей не было. У нас с вами такого вида еще не было. Были другие виды. Могущественные, вселенские. Никто не знал, что такое смерть в ней в природе нашей жизни. Зайдите, подумайте о смерти. Потому что мы души, души и смерти. И Брама подумал, как же решить эту проблему кризиса? 13 лет. И возникла эта образ смерти. Смерть нужна. Иные миры нужны, еще другие зверя не нужно их развивать, пополнять. И когда он так подумал, творец, из его тела зашла, вышла прекрасная женщина красная. Красная красная бриллианда. Она очень часто улыбалась. Сказала, Отец, каково мое предназначение в этом прекрасном мире? Она не ожидала, что услышала. Отец ей сказал, что станешь смертью. Зарыдал. Такую тяжкую сроку участия для меня. Почему? Мне же придется прозвучать близких людей. Родителей и детей. Это страшно. Меня же проглядет любое живое существо. Что за участие в нем? Подготовлен. Подготовлен. Отец. Эти слезы и листья из его глаз. Но Брама не позволил ни одной слезнике упасть на землю. Он не собрал свободу. Он сказал, что за твое сострадание и твое сердце никто тебя проглядит. Твои слезы станут болезнями, несчастными случаями, ранениями. Люди будут думать, что смерть наступила из-за болезни. И засветили рану в нижних случаях. Никто тебе не боится. Не боится. Но ты должна выполнять себя. И первым умершим во вселенной был. Знаете, кто видит? И мы записываем. Первый умерший во вселенной – это Бог смерти. Ямарач. Он управляет в том мире. Говорится, что живые существа, покинувшие это тело, пристанут перед ним. Как бы суд. Он возглавляет это все. Не все лично его увидят. Иногда их проводить не смогут необходимую роль. Переводится в тонкое тело. Грубое тело разъединяется. В тонком теле живут, что переносит в следующую жизнь. Ям. 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 И тело, грубое тело, а как они связаны? Посредством бумаги. Все, о чем вы думаете, выражается в секреции наших органов, составе наших органов. Кровь формирует все остальные функции. И секрет, и органы работают при помощи вот этих вот сосудов, нервов и так далее. Если наши мысли, проникнуты страхом, кровь изменит свой состав, там будет определенное количество адреналина, допустим, и других веществ, которые не нужны нашей обычной жизни для покоя и глубокого мышления. Возбуждающие элементы химических. Если человек возненавидел кого-то, яд выделяется в кровь. Ум вырабатывает яд в кровь. Трансформация будет в синтез химический. Если влюбляется человек, тоже известно мне химически сказали формулу любви. В крови влюбленного человека. С8H12 азот. Это наркотик. Химический наркотик. Вырабатывает влюбленный человек сам по себе. Он счастлив становится. То есть если мы любим, нам не нужны интенсикации. Потому что любая интенсикация искусственна. Я не люблю, но я искусственно ввожу или выпиваю определенные дозы алкоголя или наркотика. Искусственно вызываю в себе это чувство счастья, которое я не заслужил никак. Поймите. Я его ворую. С точки зрения судьбоносных законов кармы. Я вор. Я получаю остаточные явления, реакции из этого. Рушится моё здоровье, моя память, мои отношения, моя семья. Что это за любовь такая, наркотик. Что рушится вся жизнь. Это хорошее чувство. После него вот этот мир просто пустой. Но да, это естественно находиться в состоянии счастья, большого счастья. Мы должны знать как заслужить это счастье. По законам счастья. Но в нашем случае что мы говорим? Мы хотим за наши плохие поступки и плохие мысли получать хорошие результаты. Я говорю. Мы ждём хорошего результата. Хотя наши мысли не очищены. Вещая не очищена. Наша деятельность не очищена. Наш брак не очищен. И мы ждём хорошего результата, дорогие мои. Но нелогичное. Надо учиться. Пока не поздно ещё. Мы сейчас живём в такое время, когда мир здесь перестраивается. Смотрите, что мировое сообщество начинает подпись. Перестраивается. К чему всё придёт? От нашего выбора многое зависит. Как мы хотим жить? Нам сейчас не нужна какая-то национальная идея. Нужна сейчас сверхнациональная идея. Всем. Если мы хотим жить в первом сообществе, а мы уже вынуждены жить в первом сообществе. Поэтому сейчас хотим или не хотим, нужна сверхнациональная идея. Духовная идея. Транс. Трансидент. Надматериальное знание. Вот сейчас в таком порогу подходит с вами. И выглядит, что сейчас духовная знания в России, если кто-то сейчас посмеется, как пожар. Люди сейчас стремятся. Учитают, слушают, учатся. Да, да, да. Потому что нам дорого ещё пока наши семьи, наши дети, наши будущие. Ну и в России не знаю почему сложилось так, что, наверное, пока не лидируют в этом плане. Как я думаю. Похоже, что мы в этом плане лидируем, наверное, в этом, когда наша главная роль и есть. Верно? Сейчас я расскажу немножко с точки зрения любви разных измерений. Смотришь. Измерение жизни. Различный тип чувств, глубина чувств — это различные измерения жизни. Вот эта жизнь перед нами как есть. Моё восприятие глубины зависит от моего тонкого тела, развитого или нет. Если я буду развивать эти отношения, любви и доверия, я увижу мир по-другому. Ещё по-другому. Ещё глубже. Вплоть до полного освобождения от всех проблем. Полного. Это цель. Цель человеческого разума — прийти к полному освобождению от всех проблем и несчастья. Всех не включая. Включая рождение, старых болезней, смерти. Не только здоровье, не только денег, экономика, не только личной жизни. Но и духовные тоже задачи решаются. Мы знаем, что любовь сильнее смерти. Любящий не боится смерти. Она побеждает всех, кроме вот тех, кто обрёл любовь к Богу. Эти дела абсолютно не страшные. Они знают, что смерти не существует. «Наджаевне, амориат, абокады, чин» — это древние тексты. Много Патрушкина. Для души не существует день рождения и смерти. А Авида Шинтута, Авида Ена, Асар-Ван, Адам, Адам, Адам. То, что пронистывает всё тело, сознание бессмертно, говорится. Не умирает. А тело умирает каждую секунду при обмене веществ. Постоянный процесс разложения. Пока мы живы, восстановление. Когда жизнь прекращается, только разложение. Нет больше силы восстановить, жизненная сила уходит. Тогда разложение полностью. Оно разлагается сейчас. Но пока есть жизненная сила, она называется обмен веществ, смена тела, циркуляция в летах. Триллион операций в секунду, пока мы сидим здесь. Вот такие процессы проходят. Мы даже не думаем об этом. Мы живем по-другим законам. В это время живот работает, сердце работает, вечно работает, легкие работают. Обмен веществ работает. Мы не думаем об этом, пока проблема нас не настигнет. Мы живем по-другому, по-другим законам. Не по законам биологического тела. Но тело влияет на нас. Живу-то голодный, я должен готовить что-то есть. Созревают все эти железы, хочется вступить в рак. Вынуждены, и наши души одиноки, это страшно. Вынуждены работать, если голодный, умрешь. Страшно, видите, у нас переследуют вот эти вот вещи. Переследуют. Навязаны материальным телом. А вообще мы не склонны к тяжелой работе. Мы не склонны к делать то, что мы хотим делать. Очень рады, счастья. Такое дело сегодня у нас. И так наше тело может нас поработить. А может стать инструментом для освобождения. Як ярта карма нон ятраам, лакаян карма вам дана. Татарта карма кунта ярухта санга санавчара. То есть ты можешь освободиться от всех страданий при помощи этого же тела. А может и поработить, а может и освободить. И вот любовь. Мы сегодня покажем здесь семь уровней любви. Не знаю, насколько это будет видно. Это образная будет картина. Первый уровень элицетворяет Кама. 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 Кама-деф – это божество любви вселенной. Как вы говорите? Запад, как вы говорите? Это будет дом. Как вы говорите? Дом. Там есть логострелы. Если он прицелится в ваше сердце, выпустит стрелу, вам конец. Все. У вас будет проблем. В одну секунду. Это Кама. И Кама – это похоть, вожделение. Обычное чувство, возбуждение. И его супруга – ради. Ради означает привлекательный. Все, что нужно для Камы – это идти привлекательным женщинам. С огромностями и все. И сразу у мужчины наступает это увлечение, желание. Он начинает смотреть, думать, разговаривать, общаться. Другой красивый женщинам приятно общаться. Это Кама. Эти отношения, они вспыхивают внезапно, незаконированно. И подобно тому, как огонь подливает топливо. Это Кама. Да, вот такой шок. Увидели друг друга, с первого взгляда влюбились, допустим. Со второго или с третьего. Но в дверь. В ночном клубе это происходит быстро очень. На праздники новогодние это очень быстро происходит. Потому что атмосфера располагающая для как раз вот этих вот шейхи легких и быстрых. К тому же у нас нет времени. Мы же в мире, скажем, скоростей. Поэтому удобная самая эта вот Кама Рати. И женщины современные как раз так пытаются и выглядеть. Привлекательно. Работают там косметологи для этого целых. Там магазины все сдобиты женскими товарами разнообразными. Ну вот, чтобы Рати была всегда. Потому что мужчина будет смотреть. Главное, что мужчина посмотрит. На этом уровне семья не строится. Очень быстро топливо прогорает. И какие-то простые практические вещи они разрушают, разрывают. В любви, допустим. До потери сознания мы выясняем, что у него жена, а у нее муж. И вот видите. Быть или не быть. Какой-то такой колокольский опыт. Но дети есть и проблемы. И все вот такая коллекция. То есть, когда сталкивались с практическим театрическим выясняется. То у них разное количество денег. То у них разное человечество разума. То разные совсем привычки. Они совсем не знали друг друга. Просто тут была грудь, бедра. Потому что у них еще обещания были какие-то. Была любовь и прошла. Да. Восемь уступила. Вместе обали. Был плечей. Параночная кнопка. Знаете, такие песни. Змеи-гивовные сутки. Вот такая и самая. Это первая платформа. Вторая. Выше. Снести лицебурет и яндра. Индра. Индра – это царь небес. Царь благополучных. То есть, это мужское начало господствующее. Значит, мужчина – это кто? Ну, тот, кого привлекают женщины. Он похотливый. Это мужская весть природы. Индра – это тот, кто господствует над женщиной. Вообще, гнился как господину. Ему нужна пшачья супруга покорная. Пшачья означает покорная. Ну, тогда как-то отношения уже можно регулировать. Он бывает груб. Может пихнуть или ударить. Приказывать что-то. А она просто покорно все принимает. И так живет. Ну, счастье большого лета, но жить можно как-то нормально. Он хороший, он обеспечивает все ответственнее. Поэтому нормально жить можно. Деньги есть. Какие-то, да, заботятся. Уже все можно. Уже принимается как-то. Сегодня, конечно, трудно надешащий. Есть индра – индра. И вот вам это поле битвы, знаете. Если женщина сейчас не подчиняется мужчине, вы знаете, она будет стоять до смерти. Либо ты меня любишь, либо... Это для меня никто. То есть на руке матом ставят пыслицы. Поэтому разводы... С открытыми глаза не стоят. Легко. Легко-то легко. А тонкое тело драгнируется. Таймите, разводов нет в природе. Когда наступает связь сексуальная между мужчиной и женщиной, браком и здоровом, да? Тонкие тела объединяются. Кто ты думаешь, что жена говорит, короче, это одно тело. Жене плохо, мужик плохо. Мужик плохо, жене плохо. Настроение не очень, о чем думаешь. А сейчас куда смотришь? Они постоянно вмешиваются друг друга, контролируют друг друга. Это одно тело, говорится. Это какой расход? Если вы бросили одну жену, жилились на другой, у вас две жены, не расходы. У нас в тонком теле две жены осталось. А про женщину говорится еще, еще острее. Что у нее шанс быть счастливой в этой жизни только один. Всего глубины особенной природы, она не может дважды отдать сердце одинаково. Только один раз. Второй раз уже она это сделать не сможет, это формально сказать. Ну, жить можно. Но мы говорим сейчас о счастье, о любви, а совсем другую тему. Не то, чтобы акты жить и выжить, а мы говорим сейчас о золотом стандарте. Поэтому не переживай. Выход надежный. Выход надежный. Выход надежный. Выход надежный. Достаточно. Итак, Шачи Индра. Третий уровень. Иискворяет Яна Радж, вот этот самый бог смерти. Его спруга Яни. Яни. Видите, мы даже не на похожи. Это редкое наше жилинское детское явление. Именно об этом пишут классики свои книги. Как я стал с тобой писать Анна Карелина. Как доследский писал Идиот. Как кто-то написал Гранатовый Бразилет. А счастливо написал Украина Джульетта. И все эти классики. Почему? А вот там написали Бразилет. Настолько сильные чувства. Самые сильные чувства. На любом расстоянии люди все чувствуют. Настроение. Если один умирает, раз на другой умирает. Даже не стремится. Не живут друг с другом. Не воспоминут. Есть такая песня. Я слышал такую песню. Талантливых девцов. Он там даже в повороте делал. Четвертый месяц. То есть не бывает. Не берем. Большая студия. Он какой-то не берем. С большим чувством. Большая, слишком большая любовь. Убьет тебя. Она приведет к смерти. Как Анну Карелину. Как Анастасию Филиппову. Упадете. Это слишком. Это очень трудно уже уместить в нашем сознании. Она способна разрушить все вокруг. От этих чувств. Это опаснее любой наркомании. Такая сила. И если люди встречаются на этом уровне. Бедство мех означает, что они это заслужили. Какими-то очень-очень благочестивыми деятельностями в прошлом. В прошлой жизни. В этой жизни. Человек любит себя достать с такой любви без облачного. Значит, он сделал какую-то жертву в прошлом. Свершил. Редкую вот эту вещь. Как-то подвиг буквально совершил. Он просто получает это так. Какую любитель. С одной стороны, это да. С другой стороны. Это полное сверпение. Полное сверпение. Но вроде этой любви все равно работает чувством. Обычное чувство. Касание. Обоняние. Зрение. Мысли. Обожествление. Это тоже очень плохая вещь. Если он не поддерживает. А благословение в том, что ему нужно научиться поддерживать знания, но следствие в невежестве. То представьте, какое будет разочарование. У одного купца было четверть жены. И первым он любил лучше всего. Сколько что он никогда не расстался только сутки на нём и ночью. Он кормил, одевал, только на него смотрел. Всем всегда показывал. И секунды раз внутрь не допускал. Кормил тоже любил. Но боялся, что Каскот упал со стороны. И держал в спиртилье. Потому что она более привлекательна для них. Третью жену он скорее уважал. Особое время не чувствовал, но уважал. И позволял жить своей жизнью, как она хочет. Но когда необходимо, она была как верный друг седая. А четвертую жену как-то упустил из виду и даже забыл, как зовут. Она стала как преступками замедленными. Просто небольшим не вниманием. Настал день смерти купца. Он испугался. Я сейчас уйду в другой мир. В другое измерение жизни. Надеюсь, моя любовь. Позвал свою первую жену. Моя любовь к моей жизни. Ты не разберешь мою участь. Не пойдешь вместе со мной в мир и мой. Я не могу жить без тебя. На что она сказала довольно очуждённый холод, а не жену. Дорогой. Между нами ничего общего не было. Ты это всё придумал. Мы настолько разные с тобой, что ты понимаешь, что ты строишь меня совсем другую сторону. Ну, очнись. Посмотри на реальность. Это было хуже смерти. Это было хуже смерти. Прежде человеку. Я стал плакать. Позвался в дружину. Я тебя тоже любил всю жизнь. Ну, дай, нельзя заперти. Потому что, ну, ты очень уж красивый. Очень привлекательный. Ну, ты не расставь меня. Пойдём со мной в мир и мой. Ну, что вторая жена сказала. Ты не зря меня прятала от рыбы. Но мне давно уже двасковое железо. Знаю, куда я туда перестал на смерть? Я уже не твоя. Я уже. Ты нужен другому. Я тебя поздал. Прощай. Несчастливый был готов в мире к раньше времени. Позову третью жену. Ты же мой друг. Ну, ты мне поздай меня. Да, я ты друг, и я всё сделал. Я помню твои похоронные обряды. Ну, я же строя жизнь, понимаешь? Ты дал мне свободу. Ты должен поймать. Ты же разумный просто человек. Поэтому я прости. Я сейчас вымирал голубокой с тобой. Пусть решил, тяните голос в себе надолго. Я пойду с тобой. Ты кто? Я человеческое движение. Я всегда обмирается. Потому что замечательно. Я не собираюсь много уходить. Я только с вами не расстреляю. Так вот, кого мне нужно было любить своего человека. Вот на кого нужно было смотреть. Вот о кого нужно было думать. Что это здесь стоит? А Любовь? Надо держать четыре жена. Первая жена. Это тело жены. Суд жены. Он им дорожит больше всего. Никогда с ним не расстарьется ни днем, ни ночью. Они очень дорого торгивают и смотрят. Завоказывают. На улицу, как на выставку. Уходимся. Наше тело очень дорого. Правда? Очень трудно оставлять это тело. Даже на сверху, как говорится. Очень трудно расстаться с этим телом физическим ухощением. Но в момент смерти ничего общего не обнаруживается. Тело в землю или в огонь. Душа в эту сторону. Ничего общего и не было. Как больно? Вторая жена. Это наше богатство. Наши деньги, золото. Наши сбережения. Мы их должны запретить. Мало никто глаз получит. Но после нашей смерти я на любом-то другом. С собой не вызвал. В эту жизнь я могу заработать миллионы долларов. В следующей жизни я не могу снять ни доллара, ни рубля с того счета. Это же мои. Я просто не заработал. Понимаете? Я помню. Я умею всю водку. Я умею всю водку. И все. Третья жена. Наши друзья. Родственники, которые готовы всегда помогать. Их называют временными воинами в Куран. Они помогают, пока мы сами живем. А так они могут помочь. Во всем. Мать борется за ребенка. Делает все угодно. Но ребенок может все равно умереть в болезни. Не все наши силы. А четвертая жена – это дух и душа. Пускай с нами. Ну и видимо. Итак, вот в нашем опыте человеческом есть три измерения любви – Кама, Индра, Яма. Заметьте. От этих отношений рождается философия гедонизма. От мужчины и женщины сходит мир. Вся наша организация, вся наша культура в корне – мужчины и женщины. От этих отношений измерения любви. Сейчас мы видим разные цивилизации. Это цивилизация гедонизма. От Индры и Шачи исходит философия господства, мирового господства империи. Говорится, что Рим зародил эту цивилизацию западной в сегодняшнем сфере. Идея империи возникла там. Ну, она и раньше была империя. Ну, видишь ли она? А вот в цивилизованном мире запада – Рим. Основал, как бы, вот эту концепцию. Почему? Считалось, что если мы создадим империю, мы положим конец воинам и распределим народом. Будет одно общество мировое и все. Один император будет мир. Он будет как Бог, понимаете? Нерон там был такой император. Они вели себя именно так, как Бог, который покрывает один, и все, кто не подчиняется, нет проблем. Тот, кто не согласен, его поступает. И эта идея, она позволяла захватывать другие государства, народы и объединять в одну империю. Посередине мы видим эту тенденцию, что идея мирового господства неупернательна. Империя продолжает, ну, искать, украинцев своих господств. Это исходит из отношений Индры и Шачи. Женщины есть, которые хотят, чтобы мужчина обладал большой властью, влиянием, богатством, могуществом, и делают для этого все необходимое, чтобы продвигать своего мужа, когда это любят. Все! И организованно появляется формация общественного государства. Она у нас сейчас смешанная. Это Кама и Индра. С одной стороны, много различений чудных людей. С другой стороны, конкуренция. Вот в такой мире мы человеком, вот их двух, вращаемся друг к другу. Здесь Яма и Яме. Здесь размышления о жизни, о смерти, о смысле. Это бывает, но редко такая любовь. Наш мозг включает на все, как оказывается. Оказывается, для таких людей деньги не важны. Жизнь важна даже. А не как бы все это забыть ради этой любви. Женщины верности. Это редко. Мы не создали, чтобы информация была там. Редко и редко. Дальше какой-то, может быть, немножко за пределами нашего опыта, но какие-то элементы будут знакомы. Четвертый уровень. Представляет Брахма, Творец Вселенной. Брахма. И его супруга платоническая. Есть такая. Сарасвати. Представляете? Любовь между мужчиной и женщиной без похоти. Без секса. Оказывается, самое плодотворное. Почему? Пробуждают все творческие силы человека. Как ни у кого другого. Именно платоническое. Чувство. Самое плодотворное в творчестве. Те, кто любит эту безответную любовь, они писали самые лучшие стихи, самые лучшие книги. Это творение, это культура, это творчество. Когда женщина играет роль именно в дообновляющейся числе. Не объект области, который не чувствует. Не объект эксплуатации. Объект почитания и ее природы тонкой. Тонкой, дообновляющей природы. Это сороснования, подвиняя, знания в человечестве. Такая же, общаясь на этом уровне, возникают откровения, философские откровения. Откровения. Духовные откровения. Обнаружение новых измерений существования в жизни. Открытие. Это удивительное отношение. Если такие отношения заключаются. Скажем, если есть Юрий Цезарь рядом к Леопарду. Если Леонарко Давиджи был девственником, не знаю, где они его сегодня. То с кем он общался, кто вдохновел? Вот Джек Олмс, который не расставался с этим образом, с этой картиной всю жизнь. 22 слоя написано. Постоянно медитировал на этот образ. На который сейчас смотрят миллиарды людей. Считается непревязаненным. Это некоторые элементы этой платформы. Некоторые идеи не раскрыты полностью. Потому что это уже не совсем под человек приведет. Это скрытые возможности человека. В пятом уровне, вставляет Шива. Мы идем выше. Его супруга Парбатин. Парбатин. Ну, труднее становится говорить на эти темы. Шива означает все благое. Итак, увлеченный, господствующий, чувствующий, посвятивший жизнь. Творец. Это все мужские характеристики идут здесь. И Шива. Шива означает все благое. На этом уровне проклятие и благословение одинаковые. Ссоритесь или меритесь, одинаково хорошие результаты. Что бы между вами не происходило, вы всегда духовно прорисируете. Счастье ваше увеличивается при всех последствиях. На этом уровне Шивы Парбатин, партнеры, никогда не имеют. Вечно. Другого мужа, другого мужа, другого мужа никогда. Только это папа. Достаточно одного человека, чтобы стать свершенным. Достаточно общаться только с одной женой, чтобы стать свершенным. Это лучше, чем со многими женами. То есть проблема заключается в том, что если мы не знаем, что это душа, а просто женщина, вот тогда у нас возникают сложности. Как женщина и мужчина мы ограничены. Мы знаем друг друга. Через два-три года совместной жизни мы уже знаем все привычки. С моей точки зрения мы уже знаем, о чем он думает, когда он придет, что он сейчас скажет, что аналии и так далее. Все эти характеристики, все эти ссоры, конфликты уже идут как в замкнутом цикле. И мы говорим, а как ну сделаешь муж вот такой вот, что его лучше? Нет, вы должны в себе раскрыть новое что-то, чтобы что-то лучше, чем больше. До какой степени? До духовного, экономический брак заключается на семь жизней минимум вперед с одной личностью. Обед такой дают. На семь жизней вперед. Пока они не встретились вместе с совершенством. Если вы меняете партнера, это касается тем, что вы кастрюлю не доготовили пищи и составили с огня. Она никому не нужна. Нужно доготовить процесс. А мы говорим, вот, каратаны не сошлись, разводятся. Мы не знаем, как идти дальше. С телесной платформы нужно подняться дальше. А таких знаний сегодня нам нет. Поэтому мы попали в ловушку. Никто собственными силами еще туда не выбрался. Шива и парвати. Парвати – это вся материальная природа. То есть, как мы сказали, хозяйка – женщина. Мужчина за пределами его сознания и материи находится. У них полная гормон. Тогда полная гормон. Шестой гормон. Шестой гормон. И его вечная супруга богиня Лакшни. Лакшни – это богиня счастья, удачи, как фортуна, как говорилось. Слава, богатство, удача, изящная речь – это все женские миры. Она наделяет, вдохновляет. Мужчина это все обретает под вдохновением Лакшни, Вишну. Он всех поддерживающийся. То есть, мужчина может поддерживать то, что имеет, семью поддерживать. В социальном мире много обязанностей может брать, выполнять свои обязанности. Твердо, знаете, как сакон. Мужчина – это сакон, на который можно встать и твердо стоять. Это Вишну называется. Вишну – это вседержитель, говорится, мира. Это бог уже. О боге речит. Это уже характеристика другой таттвы, другой сути. Мы – обычная таттва, жива таттва, он – Вишну таттва называется. С ним может поддерживать что-то малое, поддерживать все. И Лакшни обладает всеми его энергиями для чего? Почему отдается ей все? Он ни в чем себе полон самодостаточный. Ему ничего не нужно. Поэтому все всем зовет в Лакшни от супруга. Но она – это все из-за служения ему. Я объясню на нашем мире. Когда мужчина и женщина женятся. Мужчина до 50% или до 60% своего благочестия жене. То есть он слабее на 60%. Когда мужчина женится, он слабее. Когда женщина будет замуж, он становится сильнее. Для женщины – усиленная позиция. Для мужчины – ослабляющая позиция. И если жена, получая эти проценты от мужа, использует для себя, для своей выгоды, то ее характеризует так, ребята. «Тигрица, пьющая кровь». Она уничтожит мужа. Обесточен его. И скажет, а ты никуда не годишься. Я в тебе разочарованный вообще. Ты не мужчина, ты тряхый вообще. Ты неудачный. Мне нужен другой человек. Ты такая царица морская, знаете. Ты выжила все соки, тигрица, пьющая кровь. Но если она, эти проценты, если быть в служении ему, тогда развивается именно любовь. Здесь это можно отметить, что любовь вызывается через служение. Вот нет людей, где их взять в этот ответ. Я опираюсь сейчас на Коран. В Коране сказано, что не любовь важна в браке, а забота служения. Вот через заботу служения вы развиваете эти отношения. Похоть и любовь – это разные вещи. Видите, как далеко они расположены. Это еще не любовь. Это как вот искр, прорванный, задроженный, искаженный, вращенный. Напоминающий любовь. Удраживающий кум. А здесь все гармонично идет. Глубоко гармонично. Счастье в глубине находится. Не в генитариях, а в сердце. Это вишну власть. И в седьмом уровне – завершающий кум. Кришна олицетворяет. И супруга его – Ратха. Запрещено. Я сейчас нарушаю закон. Запрещено это имя произносить публично. Я стараюсь меньше говорить это имя произносить в своей жизни сейчас. Потому что не чувствую, что я достаточно чист, чтобы произносить это имя. Просто я что-то знаю. Поэтому не рискую, если же я часто произносить эти имена. Это самое чистое, что может быть в трех мирах появляться. Не достигаем, невообразимая чистота. Кришна – все привлекающие личности. Кришна – это тот, кто обладает всей красотой, всем богатством, все силой, всем знанием, всем отречением, все славой. Он шефе стоит. Безграничный стиль. Это мужская энергия. Он привлекает в себя все творение свежего существа. Она никого не привлекает, кроме Бога. Она скрытая энергия, внутренняя энергия. Внутренняя энергия – душа. Имеет прямую связь со служением Бога. То есть в этом теле, который мы сейчас имеем, находится слуда Бога. Вот кто там. Частично. Он не имеет тела на теле. Не думайте, что он из воздуха сотворен. Прозрачно какой-то дух. Это тело подобно одежде. Напоминает эту форму. Вот эта одежда на теле находится. И мы видим, понимаем, что там есть тело, форма. Но одежда лишь повторяет эту форму. Также форма имеет дух, на самом деле. Материя не имеет формы. Она бесформенная. Она обретает форму по тонкой матрице. Как вы сказали, с мыслями мы умирали. И эта матрица, переход по этой матрице, шьется портными. Новое тело по этим измерениям. Как оно будет выглядеть, с какого пола предопределено прошлой деятельностью. И мы не видим тонкое тело. Но живем мы в тонком теле. Что это называется? Мэр. Или мантушья. 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 Что означает чертэ? В уме живет. Он живет в уме. Он просто в теле находится. Все дело сначала ум него. Он живет с фантазами, планами, воображением. Он все там придумывает. Гипотезы всего нужны. Проекты всего нужны. Он живет в уме. Если мы сидим в самолете и вот идем в спинку кресла два часа, мы с ума сойдем. Потом дам мы телевизор там, и руминар там там, и ствердеса под литинской карасамы. И выйдем туда, и займем сюда. Ум не дает упор. Когда мы влюбляемся, ум придумывает этот образ. А потому что чертэ? Вся проблема – это горе отуманного лица человека? Поэтому вся суть геогии или образа жизни нашего – это солдатой суммон, направить в уверенный направление. Чтобы он нас не обманул. И главный объект обмана для мужчины – это женщина. Увидел – и все. И масло потекло – это соглашение. Было тоже хорошо. Потекло – прямо в огонь. И разгорелось. И пожар начинается. Заметьте, сейчас очень много страсти в наших отношениях. В век Калии, нынешний век, предопределено пророческими писаниями, что брак будет основываться исключительно на сексуальной основе. Исключительно на сексуальной основе. То есть брак проклятый. Не на основе каких-то династий, каких-то возвышенных целей, передачи знаний потомкам, скажем, духовного наследия. Нет, только деньги передаем. И сексуально на свои деньги. Деньги и секс. Деньги и секс. Деньги и секс. Это вот нынешнее время – сегодня так. На этом уровне счастья как-то временно. Оно вначале кладло на меду, в конце – яблоко. Хотя мы все с вами и верили, и верили, мы все же как-то не очень долетворены, мы ищем чего-то большего, чего-то большего, потому что оно – это душа, не дела. Нам нужно много счастья. И не просто любовь, а очень хорошая любовь. Всевоглащающая любовь. Самая увлечающая любовь – то любовь к Богу, которая гармонизирует все наши отношения к Богу. Я могу верить в одну вещь. Все, что вы сейчас имеете – достаточное счастье. Кстати, нужно осознать, как жить. Достаточно. И первое, от чего нужно отказаться, чтобы уступить в эту сферу счастья – это от ложных притязаний, от чувства ложного престижа до ложной собственности. Я – и мое. Это эгоизм. Не случись характера. Мне это нужно писать. Нужно писать – «Я эгоизмский. Я никогда не уступлю в любви». И она пишет – «Я эгоизмская такая же. Никогда до смерти не уступлю в любви». Отлично. Не случись характера. «Я эгоизмский». Зачем вы скрываете правду? Так, мы никогда не построим новую жизнь. Правильно. Если мы начинаем новую жизнь, мы правильно находимся. И мы делаем то же самое, с тем же эгоизмом. Ищем просто подходящего человека, который будет выполнять все наши желания, прошедения, все. Механизм какой-то ищет. Искусственную женщину нам нужно сейчас. Искусственного партнера, или нанятого на два часа и пошел в своем доме. Чтобы притворили его достаточно. А как же семьи, а как воспитание детей, а как все эти традиции, как династии, как передачи ценностей, кто помнит – где они все? Вот что мы теряем. А говорим о счастье? Мы говорим трудные времена. Денег мало, Боже мой, сейчас плакать будем все. Денег нам не хватает. Разум нужно не делать. Когда-то мне мой друг, по молодости еще, ставил мне мридангу на хранение. И кто не делает жаду, это мриданга, она была самодельный инструмент, барабан такой, двойной. Низкая мембрана, высокая мембрана. Он сделал из пассивной смолы, вылет его, а мембрана была настоящая. Вот такой инструмент, супер мембрана. И тогда я не трех еду, я тебя ставлю, я пришел в педагогон, я пришел в педагогон. Ну, я обрадовался, я там, ну, мечтал поиграть в мриданг, эти мриданг, вообще. Внехал на неделю, я там устроил, он там устроил бедагогон, со студентами, там играли, бегали, мне вообще показывает инструмент, наверное, такой. А он, я вернулся, устроил бедагогон. А мне никто не хотел, уже давать, я привык уже все. Уже чувство собственности там, ну, отрисление. Я говорю, вот, посмотри, как я научился играть в педагогон. И показываю. Он говорит, у тебя есть, что-то парит, ну, слушай, ты можешь очень хорошо играть в педагогон. Я говорю, как же я научился играть в педагогон, если ты заверяешь в педагогон. В этом был класс. Он думал, сын, понял, он был у меня духовно старший, это человек очень потенциальный. Он был один из первых моих учителей. Тонкий, тонкий, тонкий чувствующий человек. Меня поражало, что он читал мои мысли. Когда он ел мою пищу, который готов, он говорил моему настоящему готовому, когда готовлю. Представьте, он такой же человек. Я ему сказал, посмотрел мне его глаза и говорит, что ты научился играть на педагогон. Я говорю, не нужна педагогон. Ты можешь тренироваться на парень. А вот, когда ты научишь себя на педагогон, она к тебе сама придет. Тебя все могут просить, вот тебе педагогон, сыграй, пожалуйста, вот тебе педагогон, она к тебе сама придет, я помогу, и она все же не запомнила. Вот еще не должен думать. Не о деньгах. Они могут сами придти ко мне, если есть конфигация, жить. Разум. Самый большой дар в жизни – это разум. Никто в себе сам прибавить не может. Разум дар Бога, говорится, откуда исходит? Вот с этих божественных уровней. Выше человечество. Но мы же сказали, что это выше, как же мы с ними соприкасаться. В своем опыте имеем только вот максимум три. И веды говорят, очень просто. Тонкое тело должно слушать об этих отношениях. Особенно об этой вот высшей отношениях. И вот и все. Перебыв прогнать. Это, конечно, не все. Потому что, чтобы услышать, нужно очистить тонкие тело. Тонкие тани мозга. Для этого нужна другая пища. Неопределенный регулирующий принцип. Определенный ритм жизни. Нужно научиться жить в другом ритме. И все. Вот тогда все. Это как радио. Волну поймаете – тогда придет информация. Не поймаете – не поймаете. Т.е. нужно атрибулировать свой сон. Еду. Работу. Отдых. И йогу. Работу с умом. Очищение ума. Каждый день. И настанет момент, когда начинаете воспринимать все это. В трансе. В трансе всего это ощущение. А придет ту самую любовь, которая дремлет в сердце каждого человека. Божественная любовь. Вот это ощущение. Редко говорится. События жизни могут проходить дальше, только они проходят. Переделом мира какой-то сейчас наступает. Эти события тревожные. Еще раз ожидают трудности, конечно же. Но если вы наполнены изнутри, вы станете не страшным человеком. Вы все это выдержите. Главное, не пускайте этот страх в сердце. До параноидальных синдромов. Эти фобии. Тревога. Эти вот. Разногласия. Начинаете в сторис враждовать друг с другом. Не пускайте в сердце эту двойственность. А там должно быть. Все остальное этого переживем легко. Вы знаете, все эти избы. Коммунизм, социализм, шовинизм, национализм. Фашизм даже. Они могут быть позитивными. Я серьезно говорю. И есть их оттуда творить. Вы знаете, что такое духовное божество? Слово страшное. А это духовное божество. Это все другой смысл. Вы можете считать себя арицей, пожалуйста. А что это за часть духовного точки зрения? Что вы спасаете этих людей. От их страданий, понимаешь ли, сколько? От их опыта, от их римастрата. Что вы жертвуете своей жизнью ради того, чтобы люди себя не лучше. Опять, это духовное божество. Вы знаете, что вы арии, что у вас есть понятие Бога, понятие души. Они развиты. Ваша сознание развита. Хорошо. Если вы арии, духовное теле, вы это в жертву принесите. Вы никому вреда не причините. Пожалуйста, считайте себя лучшими. Но тогда действуйте в лучшихся. Не так, что вы мните себя в лучших, а людей убиваете. Вы фашисты. Вы просто фашисты. Та же коммунизм добавьте под эту душу. Чем бахает? Правительство, правительство, да, на духовном уровне, на материальном невозможность не получается, на материальном уровне ничего не получается. Так же в семье без духовного сознания мы не сможем создать крепкую семью и те ценности, которые нужны будущим поколениям, которые они углубили еще больше и улучшили. Чтобы наши портреты держали всю жизнь, понимаете, помнили наши наставления. Вот же такое семья. Они помнили нашу бабку, прабабку, дедов наших. Всех великих личностей. Всех великих личностей. Вот эта духовная династия называется. Не так, что дети вырастают и не хотят жить своими родителями. Просто объединяются и все. Не хотят. Только кровь портит. Вот еще причина, что мы сейчас пока что на материальном платформе, мы только начинаем пробуждаться от того, что мы не счастливы на этой платформе. Хотим, хотим, чего-то другого. Не знаем, чего хотим. Мы русские летим всегда. Иду туда, не знаю куда, и что, не знаю что. Ну ищу, и хочу, ищу, и хочу. Мы не останавливаемся. Никто с души не знает, никогда даже что-то увидит. Невозможно опознать тайну. Если даже его увидеть, вы скажете, не может быть. Если вы услышите, вы скажете, не бывает. А факт в том, что я иду с душа. И нам нужно понять, как устроено это грубое тело, как держать его в здоровом состоянии. Как устроено тонкое тело. Чтобы тоже держать его в здоровом состоянии, чтобы были радостны. И при этом сочетании мы можем пойти еще дальше. напомнить. Вот в чем наша роль человека. Вот в чем дан избыточный разум. Вот в чем дана религия, философия, наука, искусство, культура, спорт, йога, семья, прад, храм. Зачем все это? То есть просто лукашей на этом городе. Камре арте. Чтобы встречаться с противорожным богом. Есть духовный смысл, великий смысл. И так, я думаю, что информации достаточно. Мы, наверное, можем как-то на вопросы перейти. Если есть какие-то вопросы, продолжаем нашим телом. Вот, пожалуйста, это могут быть записки. Или вкусно, как термизорно. Отправим, пожалуйста, очень много семейных проблем и вопросов. Что делать с мужем, что делать с женой, что делать с мечтами, что делать с родителями, кокосик курить. Как стать нормальным человеком? Это все вопросы ахармии. Они не так важны. Самое важное – это смысл. И все встанет на место. Вышли с места. Какой лучший способ справиться с коготью? Хороший вопрос. С ней надо справляться. Да. Но объясню, как. Не подавлять похоть. Иногда это прикольно. Подавлять. Если, скажем, мужчина идет по улице, и тут же захотелся его убить со скептом, то он должен подавлять. На улице как-то неудачно. То есть есть причина, когда он должен подавлять. На улице всегда подавлять. Нужно быть нормальным человеком. В этом случае подавлять. А вообще, в принципе, похоть подавлять невозможно полностью со словами. Ее нужно возвысить, сублимировать так и опять. В общем, такой театр. С низшей чатры на поле высокой. Та же аллергия называется Пархан. Похоть на поле высоких уровнях – это ведение красоты, гармонии. Похоть на поле высоких уровня. Может, говорится из-за чего-то другое. В музыке, в философии, в общении, в речи, в чувствах возвышенных, латонических. Но вопрос, как поднять ее снизу вверх – это называется духовная красота. Йога. Йога означает подъем мистически вверх. Поднимательство сознания от гениталиев в желудках. Оно там часто пребывает, чаще всего. Но там на выживании также чатра. Там же народы. Деньги зарабатывания, вот эта конкуренция, выживание. Вот это все чатра меньшая. И вы просто понимаете, как? Нужна философская нагрузка для ума. Сейчас очень мало кто из нас изучает философию жизни, изучает Бабу-ангелию. Не просто какие-то умственные изречения философов. Это бесполезность. Ну, разминают его, конечно. Конечно, это как? Тренируют наше рождение. Но в практическом смысле неприменимо. Неприменимо то, что вырвали в эту философию. Философы умскую ищут ее такие мудры. Неприменимо ничего. Нужно изучать философию, которая переходит в мудрость, в применение. В яны или в яны. То есть не нужно быть мертвым, кладающим знанием. Как говорится. Когда вы не применяете то, что вы знаете, это считается невежеством. Знание не звучит. Теоретическое знание еще не знание. Лишь информация. В этом необходима мудрость. Для этого можно изучать те священные тексты, которые вы можете применить в жизни. И вот тогда начинается подъем этой энергии вверх, когда вы осмысливаете. Ну, например. Например. Человек делал плохую вещь. Потому что все так делают. И считал, что это хорошо. А потом узнал, что это плохо. И что он будет выследить за этим. Знание. Сила. Знание контролирует умение. Оно выше. Если я сам придумываю законы, это одно. Если я изучаю законы Бога, а это другое. Это знание, которое мы совесть пробуждали. Волю пробуждали. Эта нагрузка нам нужна. Изучение ведической литературы. То есть философская нагрузка. Она избавляет от депрессии, от фобии, от страха. Если вы философски мыслите, вы защищены от этих вот как бы тонких болезней. Тонкого тела. Это расстройство психическое. Так это значит. Сегодня я вам скажу по секрету. Практически все люди травмированы психически. Практически все. От нашего рождения. У нас слишком много страха и уверенности. Сомнений. Мы живем в сомнениях всю жизнь. Это болезнь. Если сомневаешься, не может быть счастлив в этой жизни. Не в следующее. Вы должны знать, что делаете. Верую и ветру. И радость между давать ими. По улице должны ходить радостно. А Редерик говорит, что он борется. Началось то, что он думает, что он с вами что-то не то. Что-то ему добавится. Точно сумасшедшая. Причем никакой. Но вам должно быть хорошо внутри. Он шел от обратного. От улыбки. А вообще, естественно, вы чувствуете счастье внутри. Поэтому немножко улыбайтесь. Немножко вы всегда добры ко всем становитесь. Нам не хватает счастья. Поэтому мы склонны к антисекации. К каким-то другим вещам, которые не полезны. Чтобы как-то заменить наше несчастье чем-то. Подменить его. Потому что жить, не имея счастья, очень трудно. Очень трудно. И сексуальная, похотливая вещь, она вызывает раздражение у людей. Гнев и раздражение ссоры. Потому что вожделение никогда невозможно удовлетворить. Его нужно выразить в творчестве, в деятельности, в словах, в служении. Не в господстве, а в служении. Тогда вы чувствуете, что вы счастливы. Когда вы отдаете. Вот в возвышенном таком человеческом понятии, как культура, как фирософия, как добрая речь. Как разговаривать своими близкими попытками. Когда говорить о возвышенной теме. Вот туда нужно идти. В ту сторону. Муж и жена должны учить с этим. Как обвести вдохновение и найти пути взаимодействия между мужчиной и женщиной в современном мире. Их не хватает. Вне брака. Строгая�юстская культура говорит, что вне брака в отношении женщине нет общений. Нет общий общений. Вне брака нет общений. Я извиню. К сожалению, это так. Не могу сказать неправду. Я это хорошо понимаю сам. У меня одна жена 36 лет. И мы с ней, наша дружба с ней только растет и углубляетесь в сердце. Я же не просто вам говорю какую-то теорию. Я должен быть в свой опыт, я это предупреждал. Я уверен в этом. Это хорошо. Не надо себя распределять на других мужчин и женщин. Не брать. Хотите женщину? Ну найдите себя живым. Не надо женщину. Женщина это путь вахт. А жена будет в спасение. Разные вещи. Также и мужа найти нужно. Не мужчину, а мужа. Это уже ответственность на стороне. Просто повод. И вот с ответственностью называют брак. Тогда это семья. Тогда это обед. Еще мы должны знать, как эти отношения нам развивать. Мы просто сойтись вместе и жить там, как получится. А мы ведь знаем, как готовы. Образование нужно. Ведь в прошлом, в далеком прошлом. Вечный человек женился, он совершал суровые аскезы. Перед тем, как вступить в брак. Он должен был обуздать свою умничку, а потом вступать в брак. И они порождали потомство такое, какое им нужно было. И не случайно детей. Почитайте это. Это все описано там. История в Куранах и философии. Как жили люди той цивилизации. Как это были великие души. Что нерожденный ребенок, то какой-то великий человек. Понимаете? Нам сегодня не хватает таких великих людей в обществе. Давайте приведем вот наши семьи. Давайте их породим. На знание нужна наука. Это наука. Это не просто, что мы сошлись, а сошлись. Как правильно концентрироваться при произношении махом мантры. Нужно именно 108 раз. Что произносить при приготовлении с лишней стороны пищи. Что касается уже практики духовной. Мы сейчас спросили о махом мантры. Есть разные духовные практики в разных традициях. Для разных людей. Махом мантры предназначены для тех, кто хочет проводить себе любовь к Богу. Вот ставить цель самого высокого. Это махом мантры. Просто очиститься от кармы можно заниматься 24 день. Хорошо. Как вы видите. Хорошо. Просто обряды с религиозной это соблюдать совершать. Ходить в прамы по воскресеньям. То есть молитвы читать. Каяться в грехах. Это покаяние. Тоже очищает сердце. Это регулярно. Делайте результанты. Но если вы хотите проводить именно любовь к Богу. То махом мантры. Махом мантры обращаются вот к этой. К этой сфере. К самой интимной божественной сфере. Махом мантры. Обещание я не распространялась раньше. Она была в секрете. Наша диакалия считается единственным и самым могущественным средством для того, чтобы спасти мир человеческий. Ум вырвать из этого западения. Мантра. Это ум. Травит и освобождение. Звук. Освобождает ум. Какой звук? Духовный звук должен быть. Нематериальный. Это имя Бога должен быть. И то имя, которое вы повторяете, медитируете вслух, те качества на вас переносятся. Все очень просто. Вы соприкасаетесь с этим качеством. Махом мантры пробуждает вашу изначальную природу. Его сварнули. То есть душу проникает непосредственно туда. Миную ментальную платформу, чувственную. И будьте дальше. Она проникает, как Севичка, сразу непосредственно в сердце. Если вы слышите исправенность точки, которые они будут практиковать, вы сразу почувствуете результат. Сразу же. Я почему вы? Потому что я ее практикую. Это просто ко мне. Я ее практикую с 1985 года. Узнал об этом в Санкт-Петербурге в то время. От небольшого группы людей, которые включали Бага в Адгитту, занимались медитацией и геологией. Махом мантры я уже слышал в этой степени с антирических источников. Я понимал, что есть чахты или центры, или силы, которые могут пробуждать эти центры. Вот это, что я читал потом. Махом мантры сразу стал повторять. При этом я не был религиозным. Это была советская время. Я не был не христианином, не мусульманином. Просто обычным светским атеистом, образованным в научной школе советской. Я искал абсолютную истину, но Бога не любил. Это слово не любил. Потому что нам не верили это. Что религия только не для народа, нам это не верили. Я искал скорее философские, научные подтверждения души. И мне помог этот опыт. В 1982 году этот опыт был со мной много раз. Я накопил из тем, как это бывает в физической смерти. С того момента я стал убежден, что есть другие измерения жизни. У меня ушел страх смерти, который был раньше. Я стал понимать, что жизнь она не прожила. Много раз этот опыт со мной повторялся. Собственно говоря, он мог не погубить этот опыт, если бы не маха мантры. Маха мантры все выглядели. Я сталкивался. Я сталкивался. Я сталкивался на своем месте. Мне нужно выходить и сделать, чтобы понять эти вещи. В этом деле все поймут. И так же. Бог знакомится в сердце. То, что я узнал. Вот это храм настоящий. Здесь нужно следить. Своя душа и сердце каждого живого существа. Один на всех. Один на всех. То, что он на свой, на свой. Один на всех. Хотя и по-разному он с нами будет общаться внутри сердца. Скажем. Вот. Вот к этой цели придется. Познать себя. Потому что все здесь. Все в своей души и с собой. Храму это могут помочь. Обряды могут помочь. Если вы хотите. Если вы хотите просто любить Бога, то он по всему. Он в храме. Мне храму по всему. Откуда берется лень? Почему она так часто поглощает меня? Как с ней справиться? Это кальню это все лениры. Так написано. Все оплатены лень. Если не платить, то никто ничего не делает. Для самосознания никто ничего не делает, чтобы не платить, не оплачивать. Но за те не делают что-то. Это кальния. Один человек говорит, я борюсь с ленью. Его спрашивают, ну как? Успехи? Он говорит, ну когда лень меня побеждает, я засыпаю. Ну а если я побеждаю лень, я отдыхаю, пускай. Так не нахуй. Мой совет. То есть сам человек, как правило, не выходит из каких состояний. Сам если он болен, допустим, или вот верим в яло, либо апатия. Самому очень трудно выйти из этого состояния. Он должен общаться с теми, кто обладает лишимостью. И не мог быть стыда за свое время. Общаясь. Если я общаюсь с такими же не умирями, не умирями людьми. Просто раздраженными людьми, и они так усилиться. Можешь ли жить, но напилить. То есть, что он должен был. Но нужен на самом деле энтузиазм. Нужно горение. Радость жизни. Нужно соприкоснуться с этим фонтаном. Счастье. Это все как сон жизни. Лень у нас в сон спячем. Можно так проспать уже. Хороший вопрос. Раз вы спрашиваете, значит, есть шансы. Что бы вы посоветовали почитать нам путь и роль женщины. Дорогие мои. Сейчас вы все запутаете. Я так и знал. О, зря я говорю, короче, на женщину. Вы не помните. Не в этом дело. Мы же говорили. Не в этом дело. Душа нужна. Поэтому сейчас, пожалуйста, читайте о душе. Кем бы вы ни были. Когда вы прилились к душе. А остальное откроется вам. Не надо устлаждать этими психологическими науками. Это слишком много информации. Столько типов мужчин, столько типов женщин. Знаете, сколько их там написано? Боже мой. Это все хотите изучать, что ли? Но это слишком запутанное. Слишком тонкий анализ. Изучите себя как душу, как лично. А остальное у вас уже есть. Вы увидите. Запутанное, что происходит. В чем? Что я кому-то подражаю. Вот в чем запутанное. Что вы, как женщина, кому-то подражаете. А мужчина тоже кому-то подражает. Вот в чем проблема. Когда вы поставите зиму, вы ставите самим собой. И все станет на свое место. Вы уже женщина, уже мужчина. Что надо? Это уже у вас есть. Вы просто будете самим собой. Природа сама скажет, что вы должны делать. Не услышняйте это. Под душу нужно поставить. И когда вы общаетесь, мы учили женщине, чтобы бракствовать. И тоже, пожалуйста, вы должны познать немножко с этой стороны, друг с другой стороны, духовное смысл жизни. Прежде чем союз, только подорвать. Как воспитанием не увести ребенка с его пути. Путь ребенка в руках родителей, если чат. В руках. Первая чахра выживания. Ребенок первый год. На первой чахре открывается первая чахра. Страх выживания. Он кричит, когда хочет есть, кричит, когда болеет. Он выживает, он болится, он кричит. На этом уровне, первый год воспитания ребенка, необходимо тактивное общение. Плотный контакт. Вы должны его носить на руках. Как можно чаще. Это первый год. Если вы этого не сделаете, ребенок будет расти с травмой. Она потом проявится, когда он вырастет. Т.е. первое – это птица олицетворяет. И птицы, она их должна вот так непосредственно взять из себя. И они спокойны. Все хорошо. Тонкое тело переводится в порядок. Главите, носите, разговариваете, поюгаете. Вы должны с ним рядом лежать, разговаривать, кормить. Близко к себе. Петь песни, колыбельные. Очень важно все. Второй год. Открываются шляпы чувства. На втором годе ребенок начинает уже капризничать. Вот это хочу, это не хочу и начинает уже проявлять каприз, чувства. Ваш долг – исполнять все, что он требует. Без раздумывания. Не объяснять, что можно, что нельзя. Просто выполнять, что он всегда будет чувствовать. Если вы это не сделаете на втором годе, или травмируете ребенка, если будете это игнорировать, вы разрушите его психику. Это потом скажется, когда он станет взрослым. Это второй год. Третий год жизни. Он исследует жизнь. Чакра деловидности называется. Что это? А это что? И все ломает, все ломает. Все, что не грязь и руки, все сломает. Вы должны знать, ломать должен в три года. Из-за этого не наказывают, а говорят, какой умный ребенок, а? Надо же как разобраться, а? Вот собрать нас могут. Иногда он берет, руку тянет. А тут что? Хрустальная ваза. Я сейчас тебе покажу. Я сейчас напишу, что такое хрусталь. Вы мне объясните, что такое хрусталь. Нормальная ваза не очень хорошо. В три года? Как замечательно. На душе это было. Изучает, как интересно, хрусталь. Здорово, красиво, да? То есть вы должны позволить ребенку в три года ломать все, что ему подойти в руки. Нельзя. Это нельзя, не трогай. Тут хрусталь, тут топ, и все. И что? Что? Чтобы воспитать его ребенку, нужно целый деревня говорить только. У него должны быть ресурсы для этого. Вы должны понимать, что в три года вы должны приветствовать его развитие. В четыре года просыпается, у него четвертая чапка открывается. Если предыдущие были уже открыты, если бы не препятствовали. Потому что на четвертом году он становится гармоничным в общении. Понимает юмор, начинает отвечать, придумывает слова, фантазирует. Ему нравится общаться, смеяться, быть в церкви, шутить. Начинается уже такая интересная, интересный возраст общения. Много радости приносит его, как в четыре года. Так что в четыре года он может вспомнить что-то из прошлой жизни. Но больше четыре-пять лет. В этом периоде жизни вы должны ценить его творчество, а не так, что глупости перестань надоело. Он от вас отчуждается, он понимает, что у нас своя жизнь, у них своя жизнь. И моя жизнь их не очень интересует. В пять лет, если все хорошо и было, пробуждается пятая философская чапка. Философские вопросы. А я откуда? Кто я? Если вы на этот человек тоже ничего не скажете, добрый родник, плохой, тоже закрывайте чапку. Он не будет больше в этом возрасте. Потому что он у вас учитель. Вы его учитель. Природный учитель. Он будет под вас воспринимать все, что вы скажете, все ваши эмоции, реакции. Все впитает он в этом возрасте. До пяти лет. Если хоть лет он не получает ответа на философские вопросы, то в шесть лет он не станет мудрым. Не будет применять. Он уже будет самостоятельным. В шесть лет он уже самостоятельные вещи может, хочет делать. Тоже нужно позволять делать ему самостоятельные вещи. И все вреды у него на самом деле уже свормируют веры в Бога. Естественно. Он начинает верить в сверх силу, в сверх могущество, в сверх цели. Он готов к великим делам. В том, как деле, готов. Физически не готов. В том, как деле, он уже готов. Сформирует. Это первый семь лет ответил Бога. Если вы эти чакры расположите горизонтально по таблице и вертикально по таблице, получается сорок девять лет нужно прожить. Поочередно. Каждую чакру по семь лет нужно прожить. Сорок девять лет вы должны стать совершенным человеком, если все было нормально. Двадцать лет вы должны состоявшимся человеком. В чакрах все было, нигде не было. Не в работе, не в количестве зарплаты, а в наших способностях. Все это есть у нас. Но если мы закрываем какие-то цели и говорим, нет, не верю в это. Нет, это плохо, а это не глупости, это не интересно. Что он помчает? Помчать и раба. Раб, он невежественный. Он знает только то, что нужно работать на хозяина. Помчать и зарплату. Это все. Поэтому мы не будем говорить о счастье, которое, знаете, даже в течение существует. Мы говорим о настоящем счастье. Как наполнится любовью? Очень сильно много хочется есть. 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 Мясо не ем. Стремлюсь постоянно. Нет силы воли. Но я думаю, что это психика. во всем умом понимаем и срываюсь на вредную еду. Среднение тела для нас очень хорошо. А психика бунтует, стрессов нет. Стресс уже, похоже, есть. Если вы у вас заедаете, то уже стресс. Уже обычный стресс какой-то. Если вы чувствуете, что какие-то желания не подвластны вашим управлениям, то уже стресс нет. Уже реакция пришла. Также определенный вид греха сопровождается определенным типом страха, стресса. Нужно прекратить какие-то поступки делать, слова какие-то говорить. Я рекомендую, если вы дошли до состояния стрессового уже какого-то, не можете управлять собой, научиться молчать. Рекомендую. Для этого Махаманда предназначен. Собственно, вы говорите Махаманду, но надо быть в этом человеку. Не говорите просто о себе, ничего не говорите. Именно все вы не выражаете. То, что вы слышите, не реагируете, не отвечаете на это. У вас нет ответной реакции, сопротивления, не принятия. Постепенно, через вот этот процесс, ваш ум, он выйдет из этого состояния. Вы почти приносите силы. Те, кто дает обет молчания, обретают большую силу. Но полное молчание вы не сможете в жизни, что есть работа, там необходимо общаться. Но смотрите, если молчание – это лучше всего. Если приходится говорить, говорите о долге. То есть на работе. По работе можете говорить. По работе, по долгу – нормально. Если вы о долге говорили, и все равно приходится о чем-то говорить все-таки, говорите правду. Только правду. Если чего-то не знаете – не говорите. Если вы все это проговорили, и все равно что-то требуется сказать в какой-то ситуации, и говорите приятную вещь, все равно. Все остальное молчание. Вот эту дисциплину примите. С Махамантрой будет легче, конечно, с молитвой. Потому что так просто это будет даже невозможно так долго это делать, обычному человеку. Но с молитвой, с Махамантрой это будет возможным. Откройте в себе новый мир внутри. Новый мир отношений, жизнь изменится в ваших глазах во-друг вся. Все ваши предыдущие оценки будут меняться. Вы как будто выглядите совершенно другое измерение отношений. Думаете, Боже, да это было со мной. Почему этого не видимо? Просто измениться в вашем настроении. И мир тоже изменится. Вот эту Махамантру рекомендую, если у кого-то нет предубеждений, повторяйте Махамантру, то есть есть предупреждения по поводу Махамантры, повторяйте Иисусова Моритвы и так далее. Или там Суврик Скорана, это уже ваше предыдущие. Но одно условие, дорогие мои, это нужно делать серьезно. Не в шутку, не поверхностно, а стереотно нужно осмыслить, что мы вообще делаем. Измечательно. Как справиться с агрессией, неоскорблением и сына? Пока разъехаться из житетей, это не возможности. Как справиться с теми, кто решители, да? И как справиться с агрессией, оскорблением, оскорблением сына? Сын, да, совершает эти оскорбления? Так называется нежеланный ребенок Варна Санкара на Санкреде. Родился неурочно, может быть, или плохого качества Варна Санкара. Не тот, кого я хотел бы. Или вообще не хотел бы, он пришел. И так приходит реакция к нам. Из-за такой поток. Как справиться с агрессией? Если у вас есть какие-то силы, пожалуйста, начните себя. Не пытайтесь его изменить. Если вы уже такие отношения агрессивные сложились, не пытайтесь этой силой как-то изменить. Начните всегда. Вам нужно будет потерпеть это, работать над собой. Просто над своей духовной практикой больше ничего. Забудьте про агрессию сына, начните работать над собой. Когда в вас начнут происходить переверну внутреннюю, вы увидите, а нет, вы коснитесь вовсюду. И в сыне, и в основном, наберитесь терпением. Это не за один день происходит. Терпение есть у нас? Есть. Полгода. Полгода. Поддержит? Практика. Если каждый день будет практиковать. Полгода нужно. За полгода я вас выделяю все ваши вопросы. Всегда в нужную сторону. Не так уж много людей. Решайте. Каким образом пересмотреть требования? Мужчина. В первый день знакомства сразу понимаю, что не затягивает. И да, уровень развития психологического здоровья. И у меня совпадает интерес к общению. А может быть, что человек может себя проявить позже. Позже еще хуже будет. В первой встрече самое хорошее место. Когда все готовится. Может, обучиться. Или грустать. А может, все лучше. Смотрите. Не случайно у вас приходят такие мужчины без финансов. Здесь написано финансов не таких, да? В уровне развития и психологическое здоровье. То есть такие вот мужчины, которые не совсем полноценны для браков. Не случайно к вам они приходят. Женщина получает мужа, какого заслужила. Поэтому, если вы хотите, да? Хорошего мужа, давайте накапливайте заслугу. Не просто ждать, когда живет хороший муж. Так он не придет. Придут подобные ему. Для того, чтобы привлечь человека выше, мы должны тоже стать выше. Не только внешний вид. Это просто обманка. В общении все краярится все равно. Поэтому разбивайте себя. У вас внутренний мир. Какая женщина нужна для жизни? Подумайте, мужчины. Не для развлечения роста, да? Приятного. Например, для рождения. А для жизни какая-то женщина. Вот станьте такой. Что с вами нужно было жить всю жизнь интересным. И что муж пришел подобного же рода, такого же уровня человека. Мы должны стать. То есть, подобный тягивается, подобный. У вас много сладкости только на одной высоте. Поэтому сейчас все дело вправо к самому себе. От тех, кто не совершен, к себе, которые тоже не совершен. Вот с этого я начинаю. Один астролог мне сказал. Он женат. Он говорит. У меня жена. И у нас есть совместимость очень низкая. По гороскопу с мужем слабенькая совместимость. Но мы живем вместе уже много лет. Посмотрел наш город скопченную. То же самое. Видите, совместимость невысокая. Но мы живем сужить. Как? Я вас пришел в факту. Потому что в такой совместимости вы живете нормально. Но мы видим это. Есть один секрет. Если вы умеете его применить. Предание. Все. Значит, вы не понимали еще вот это слово. Предание. Сейчас никому его Богу не придет. То есть, брак один раз на всю жизнь. Все на этом. Кидается. Об этом не думаете. Все. Приключайте. Думайте. О личной жизни. Думайте. А другое уже забывайте. Следующий. Вот как это происходит. А с ним мы женились. Мы же продолжаем думать о личной жизни. Это противоречие. Вы уже пошли. Что тут думать? Теперь исполнять свои обязанства. Если как-то все будет хорошо. Заботьтесь друг о друге. То есть, знаете, свой долг выполнять. И все. А вот долг не хочу выполнять. Я его не нанимаюсь. Не так. Тогда. Тогда брака не будет. Без предания мы не можем. Ни одну вещь до этого конца. Должны ли родители преклоняться перед детьми? Нет. Наоборот. Дети должны почтать родителей. Наоборот. Родители должны благословлять детей. Старшие должны благословлять на наших. ВНМС его роды. А дети, они поклоняются родителям. Буквально каждый день держит почтение. Многие. Старые дети. Это хорошая система. Так. И родители. И дети продолжают организировать. У родителей интересно, что они хотят. Все самое лучшее для своих детей. И вот он дошел до последней точки. Ну, все. Сделал все, что мог. Больше не могу. Все. Все. Отношения исчерпались. Так. Но если дети, поклоняясь родителям, отношения не исчерпываются. Они сами сцены. Отношения коровы-теленок. Теленок подходит к корове и засет молоко. Если молоко кончается, что он делает? Это беркут. Бабах. 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 Он после того, как корова даст столько, сколько нужно. Также, если дети, поклоняясь родителям, отношения не исчерпываются. А трансформируются дальше. Понимаете, мы вечные существа. Можем вечно общаться с одним человеком. С одной душой. Как материальные существа мы ограничены. А в душе нет. В этом секрет. Бог хочет из нас все выжметь и выплюнуть потом. Вот с остальностью все уже неинтересно будет. Чуть-чуть морщинки появились. Муж смотрит на другую женщину. Вот это бедствие, да? Обманом не оказывается уже столько лет. Там у него женщина есть. Вот что будет происходить. Если мы не имеем духовной платформы, мы не сможем победить Бога. Это невозможно. Поэтому брак должен быть удовлетворённо сочвёт. Очень важно знать ваше мнение, как вы относитесь. Можете характеризовать. Реснецовое. Я не знаю этот термин. Реснецовое. Пламя? Пламя. Да что это? Родственные души. Кто-то знает? Родственные души. Даже не родственные, а одна душа разделенная на две. Когда люди встречаются? Ок. Одна душа разделенная на две? В двух телах одна душа находится. Да, да, да. Уже есть такие примерки? Не нужно посмотреть на такую душу. Здесь? Здесь? Живо? Да нет. Вот здесь одна душа. Вот здесь одна душа. Двух телах. На духовном уровне возможно. В материальном мире есть такие воплощения, частичные называются, когда в человека входит еще шахте орешева так, полномочия свыше. Так что такое высшее существо, чтобы он совершил это в любом месте, как пророк. В него входит как в энергии Бога. Такие примеры. Вы сказали, что у животного нет тонкого тела. А как вы объясните, что собака знает, что хозяин выходит с работы домой? Нет. Есть тонкое тело. Нет избыточного разума. Нет в том смысле, что оно полностью сковано материальным телом. Поэтому не проявляется. Мы как бы не видим у животного разума такого приятного. Даже вот такая теория, что у животных нет разума. Что это нет души даже. Священники утверждают, что души нет, можно убивать и есть. Такое мнение было. В том смысле, что их разум скован, полностью ловушкой из его тела, не проявляется в этом смысле. Мы едем. Конечно. Ученые помнят еще в сервиское время изучали этот вопрос, есть ли разум у животных. Такой документальный фильм я его смотрел. Два раза. Они исследовали мастиков и животных. Собак, зайцев, там, других. И делали такие эксперименты. А один эксперимент я запомнил хорошо. Паук. Сплел паутину. Ученые опускают сверху обычную нить на паутину. То есть паутина не годится. Она испорчена, не работает. Паук уходит. Делает новый паутин. И так сотни раз проводили эксперимент с пауками. Опускали эти нити на паутину. Один из двухсот, по-моему, примеров паучи нити. Один паук сделал, что даст слово, он сделал дыру в паутине, там, где говорит, ни схода пронесала, ни мешала. Один из двухсот. Паук. Паук. Делает такое решение. Тело просто дыру в паутину. Интересно. Это был эксперимент, что даже у пауков есть какой-то рассудок. Тонкое тело. Оно движет материальное тело. Тонкое тело. Импульсы, сигналы, информация, которая связана с его функциями, уже физическими отключена, и он начинает действовать по программе. Без проводов даже. Вокруг нас очень много информации, которую мы тоже вылавливаем, своим настроем получаем все необходимое. Меняем настрой, получаем добрую информацию. Наш датчик поменяет настрой. Выше, 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 выше. Где пронятся Веды? Веды в виде книги. Веды, они описались на памятных листах, и регулярно переписывались. Часть Веда. Другая часть Веда записывалась на медных пластинках, и гравировалась. То есть практически тысячу лет. Где мы фиксовались в Индии? Оказывается, их не хранили в одном месте никогда. Они были в разных храмах. Некоторые лидические писания были здесь секречены, и спрятаны, и недоступны. Этот вопрос очень сложный. В настоящее время они рассеяли по всему миру. Со времен колонии Англии, Индия была, они эти писания тестовали. Германии очень много есть в библиотеке, которая тоже не допускает обычных людей туда. много текстов. Все научные открытия, практические, были с подачей юридической мудрости, открытой в современном западе, в том числе ядерное оружие. Про образ его описан в Ведах про мастера. И объяснялось примерно, что это за оружие, как оно называется. Вот этот образ сыграл роль, ученые стали работать в этом направлении, открыли в Ведах. Это то, что я слышал в личных книгах. Все предсказанные, все эти предпосылки развития тут из личных писаний. До сих пор их уже находят в разных частях. Мы не знаем сегодня. Все Веды не собраны с времен Будды. Будда отверг Веды в то время, когда он явился. Веды исчезли на какое-то время. Затем снова их собирали. И что сейчас, на данный момент? Не представляется возможным все Веды собрать сейчас в одну какую-то книгу. Это слишком большое днём. И никто и не поймёт там ничего. Там санскрипт и прочие вещи. Нужно всё разъяснять. Мы знаем вывод Вед от физических писаний. Тот, кто знает вывод, эти писания сохранены. Тот, кто знает вывод, считается, знает, может возродить все Веды сам. В себя. Не нужно все выводы. То, что нам нужно, сколько будем говорить? Вот это физическое знание. Что делает знание Ведическим? Феда означает знание. Истинное знание. То знание, которое связано непосредственно с Богом, и душой с этим отношением является Ведическим. Все остальное знание не Ведическое. Тоже знание, но не Ведическое. Поэтому вывод Вед, что нас интересует. С этой точки зрения мы всем распространяем Прагава, Китуми. Есть такая книга здесь? Нет. Здесь надо показать. Квинтэссенция всех лет. Вот видите, не такая уж и большая книга с комментариями. Это, ну, моя настольная книга, собственно, все, что я говорю, я основой снятой книги. Всегда. Пишу свои книги, то я основой снятой книги. Сейчас будет в этом подъявленная новая книга. Так же через это смог издать книги. Сдаёт буквально сковный издок души. Редакция закончена, и сейчас все есть. Эта книга будет непосредственно о Боге и душе. Как сказал редактор, читав эту книгу главную, что сейчас эта книга крайне нужна и целое время. Так она ценит. Я боялся, что она может не пройти вот в таком духовном, как бы прямом значении, но её перенит. Перенит и писатель. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще несколько вопросов, и в дальнейшем уже все остается. Подскажите самое простое упражнение для начала медитации. Ничего сложного. Ничего сложного. Как вы сидите? Какая медитация? Садьте прямо. Расслабление поможет, но позвоночник может быть прямой, ровно стираться. Окошко головы наверху. Итак, теперь нужно притупить свое зрение. Можете полутри крылья глаза чуть-чуть свести на кончик носа. Итак, посидеться в пункт 15. Сейчас я сосредоточусь на кончике носа. Я на черном крови. Просто мой кончик носа. Ничего не вижу, не слышу. У них все равно, что сейчас происходит на улице, что было на работе, что они ожидают после лекции в семье. Они абсолютно сейчас все равно у меня кончик носа. Теперь я чувствую, что можно как-то успокоиться, расслабиться. Никто ничего не потревожит в ближайшие минуты. Никому не одевает. Все заняты кончик носа. Никто на вас рассмотрит. Красиво, некрасиво все это забудь. Молодые места. Почему это было? Вы душа. Вы неизменны. Вы всегда один и тот же. Как в детстве и сейчас. И в будущем ничего не изменится. Вы всегда душа. Русланте. Голову, лицо, шею. Вот эти мысли помогут. Все хорошо внутри меня. Хорошая, нормальная, тренировочная жизнь. В этой буре событий. Я правдомешан. Правдомешан. Внимательный целый сердце. Сердце стучит ровно. Дыхание ровное. Нет никаких других мыслей. Внутри меня все хорошо. Всегда хорошо. Теперь мы должны послушать Бога. Я буду повторять Хватикришну Махаманту. Можете повторять в Амьяне, если вы маленький, как вы знаете. Слушайте внимательно. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Рам. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Хареи Рам. 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 Он не принадлежит этому миру, он не описывает ничто материальное. Это духовный звук. Он из духовного измерения приходит к Сибири в человеческой преемственности сердца в сердце. Теперь, если вы захотите, кто захочет, можете так же тихо, неплохо вслух пропустить со мной эту мантру вместе. Харей Кришна, Харей Кришна, 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 Харей Рам, Харей Рам, Харей Рам, Харей Рам, Харей Рам. Это очень хорошо. Теперь можете выйти из-за этого состояния, посетить лицо, при другом в ряду встречи. И это очень важно в состоянии покоя при Сибири учиться, углублять его. Имя Бога одно в этой состоянии покоя пробуждает внутреннюю энергию, как океан. Он в берегов не выходит, но он может волноваться при этом. Удумение в душе может переживать глубокие эмоции. Это мы очень сильно повторяем маха-матру, изучая священные книги, кураны. Я описываю стопивы божественные, там очень много переживаний глубоких. Очень глубокие переживания. Маха-пара тоже очень глубокие. Есть сериалы с Маха-пара, есть книга Маха-пара. Это тоже вызывает глубокие внутренние переживания. Позитивные. Хорошо. Вы немножко отдохнули, да? Когда человек умирает, его тело лучше похоронить землю или примировать. Ну, это также зависит от его воли. Но лучше примировать. Тела захоранливают святых людей. Таких не потревожит. Тот человек, который реализовал, что он не это тело, он может быть как будто в самадхи. Он в крематоре, а в самадхи тело. Это его открытие. Если же обычный человек укладывает тело в могилу, его тонкое тело не покидает очень долгое время этого места. В форме нигде не открывается. Сдерживается его эволюцией, привязанных телом. Он болит над кладбищем долгое время. Вот учитывая этот фактор, то есть лучше кремировать. Тему превращается просто в пепел. Он развеивается в священную лепу, допустим. Пепел благоприятный. В ушатом он теперь сразу переходит дальше. Уже через месяц-полтора он снова превращается в пепел. Иначе задерживается эволюцией. Как перестать беспокоиться, страдать за сына, во время его службы в армии. Очень трудно сохранять спокойствие. Нет, нет, волноваться вы должны. Любая мать должна волноваться за своих детей. Но не чрезмерно. Не до такого состояния, что он не способен ничего не жить. Это не хорошо. Не пропускать от своих сердцев скорость. Мать – это природный герой. Она взращивает сына, ребенка. А потом говорит – иди, отдай свою жизнь за вами. Вот на этом способ. Она на это можно способна. Это не жаль. Переживать надо, но, как я сказал, не терять разум. Нужно продолжать жить. Служить Богу. Все нужно полноценно в нашей жизни. Переживать мы должны. У каждого будет свои переживания, с какой в этой вере. Неизбежно. Не пытайтесь это устранить. Естественно, это нужно. Мы учимся в нашей школе. Учимся быть матерью. Учимся быть сыном. Учимся в жизни. И не палитесь за него, конечно. Если дочь и сына растут без отца, что должна мать дать детям, чтобы в будущем их жизнь была полноценная, семейная, без отца? В этом случае необходим образ отца, пусть и матерью. Хороший образ отца. Матерью надо сказать. Хороший образ отца. Или воспитывать также на примерах великих святых людей. Своих детей воспитывать на великих примерах. Отца и матери будет недостаточно, да? Все равно нужно примеры великих людей, святых людей. То есть, смотрите, в жизни у нас вот то неполные браки, семьи, то разногласия в семье, то болезни, то там какие-то травмы, то фольги. Видите? То браки, то разводы. Много потери. Но почему мы делаем акцент на имени Бога, на Боге? Все это можно восстановить как полноценность человека внутри при помощи священных имен. Это лекарство как бы от всех вот этих вот внутренних проблем, тонких, тонких проблем, все лечатся одним лекарством. Одним рецептом имени Бога. Это предписано в Уранах. И для нас лепестящие на два года об этом говорится. Калер Доша Митти Раджан. Асти Эка Махан Кудан. Киртанатала Кришна Сянута Санта Парам Раджет. Говорится о нашем времени тяжелом. Испытания будут очень, очень много мы страдали. Век разногласий, деграгации, расколов, конфликтов, боев. За последние, не знаю, три тысячи лет, три дня было всего мирных на планете. И в этом тексте говорится, что век Кали, он просто характеризуется как океан порога. А Кали Экдоша Митти Раджан. Он пришел к царю. Век Кали это просто океан порога. Не нужно даже это все перечислять. Он средством Асан Романса. Сколько там? Не надо даже океан порога. Асти Эка Махан Кудан. Махан Кунам. Кун означает качество. Махан, что великое есть. Одно расстояние для Кали, которое превосходит все предыдущие эпохи. Одно из величайших преимуществ. Киртанатала Кришна Сянута. Древний текст. Много отличия от этого. Если вы поете имена Бога громко вместе, Мухта Самка Кудан освобождаетесь. Это древний текст. И много тому подтверждений, что вся суть священных книг все отводится к тому, что нужно искренне, всем сердцем, с любовью воспевать именом Бога. Вот это наша главная практика. В любой традиции религии, пожалуйста. Вот это надо делать. Другого пути нет. Веркали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме восхивания имени Бога. Трижний священных текстов отводится. Хотя с разным пути. Веркали есть только один остается эффективным. Остальные не доведут и не успеют это совершенствовать. Они тоже авторитетные. Мистическая йога, храмовое поклонение, жертвоприношение, авторитетные. Но у нас тут не хватит времени. Жизни. И более того. Религия сегодня в целом тоже конфликтует. Еще одна проблема. Поэтому остается только имя Бога. Это правильно. Это величайшее благословение. Все тонкие проблемы вот лекарства. Это одно. Итак, сколько мы закончим. Как вы относитесь к крия, йоге? Йога творчество, так и крия. Творение творчества, крия йога. Я хорошо в йоге отношусь. Любой йог. Не хватает йога, хорошая. Любая йога. Йога означает связь с Богом. Юджи, связь. Все, что связано с Богом, все хорошо. Если все, что связано с Богом, она будет совершенствовать. Все, что сейчас делаем, с Богом связано с Богом. Все мы совершаем. Это пища. Если пищу едим, освещайте пищу. Вы ставите совершенным человеком. Ешьте пищу освященную, предложенную Богу. Свяжите ее с Богом. Все, эта пища считается съеденная, карма съеденная. Там не получится было. Карма не получает. Это пример. Какой йогой Вы рекомендовали позаниматься? Ну, вот я уже сказал. Это йога. Йога воспевания имен Бога. Непосредственно надо называть бхакти-йога. Йога любви. Бхакти – это слово йога. Любовь. Тоже можно так перевести. Но это чистое, любовное, бесприместное, бескорыстное, преданное служение. Еще так можно вполне перевести. Как бхактик. Бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. На этом пути Вы становитесь дороги всем, и все дороги Вам. Это лучший путь, который можно прожить. Жизнь в одиночестве. В служении. Счастье возможное. Одинокая женщина. Не ищущая мужчин. Правда. Нельзя быть одиночным человеком. Нехорошо. В уединении. Хорошо. В одиночестве. Есть у Вас муж. Нет у Вас мужа. У Вас должна быть семья, близких по духу людей, с кем Вы общаетесь. Потому что любовь развивает счастье. Обмен. Давать дары – принимать дары. Угощать освященную пищу, принимать освященную пищу как угощение. И раскрывать свои мысли с доверием друг к другу. Так будете чувствовать любовь и счастье. В одиночестве Вы не сможете это сделать. Нельзя быть замкнутым, одиноким человеком. Это нечистое существование. Научитесь любить людям, доверять людям. Если будете говорить людям хорошие вещи, то получите от них тоже хорошие вещи. Если будете для себя общаться с людьми, они вас также для себя и с горжи. Кто сильнее, кто-то победил. Если будете распространять духовные знания, у Вас будет очень много друзей и души. Люди, которые в настоящее будут уважать. Поэтому не будьте в одиночестве. Получайте знания и распространяйте знания. Это последний вопрос. Как можно помочь ребенка, если была нанесена травма на первом году жизни, на уровне первой чакры, в дальнейшем, если мы сейчас, бывает 8 годика, мальчик. Эта чакра, смотрите, первый годик, неосмысленно, неосознанно пробуждается. Неосмысленно ребенок. Это то, что мы знаем, воспитатели. Он не знает об этих чакрах. Если что-то произошло в этой области 49 лет, где-то нарушение, как говорят, у Вас после 49 лет еще есть запас времени, видите? Ну, как бы официально еще полжизни пришло. Осознанно, да, что Вы уже взрослый человек, Вам не нужно снова пробуждать, через детство. Значит, у Вас еще есть полжизни, даже больше, в этом смысле. Чакры. Чакры. Чтобы восполнить те недостающие зрения. Как? Получать духовные знания. Чакры можно открыть, просто слушая об этих вещах. Они закрыты. Но если мы начнем слушать об этих вещах, с веры чакры открываются. Эти цены открываются. Открываются со слезами как-то. Вместе с эмоциями. Водруг в один момент мы начинаем понимать, что жили не так. Жили кого-то, обвиняющая какую-то причину, в чем-то еще. И когда он будет причиной в себе, чакры открываются. Сам в себе открываешь чакры. Вера нужна в знаниях. И слушать сверху. Не думайте, что это какие-то необратимые процессы. Все можно всегда улучшить. Восполнить даже больше. Бывает так, что человек прожил жизнь трагическую. Понимаете? Там родители были плохие. Там чакры все закрыты и все остальное. И тем больше он стремился к духовной жизни. Понимаете? Чем больше он страдал, тем больше он стремился. Это бывает еще на благо его человека. Как сказал Иисус Христос, что клубник, земляница, ближе к Царству Божию, чем он будет пролезучиваться. Так тоже бывает. Понимаете? Понимаете, что человек проходит через страдания и становится очень-очень восхищенной душой. Поэтому без всяких сторон, без всяких колебаний, сколько бы ни было лет, что бы ни было в прошлом, вставайте на другой путь. Познавайте себя. Избегайте фронатизма. Избегайте сайтанства. Просто учимся любить и быть добрым ко всем. Женщинам. Хорошо. Это мы закончим. Спасибо. Александр Геннадьевич за те знания, которые вам сейчас подарили. Наша лекция закончилась. Я надеюсь, все получили ответы на все вопросы, на которые вы пришли сюда. Но если у вас вдруг остались еще вопросы, ответы на них вы можете найти в книгах, которые продаются на входе в зал. И там же вы можете получить автограф Александра Геннадьевича. Поехали.